Михаил Тырин Первая молния рассадила небо как раз, когда Витёк собрался сойти с бетонки на утоптанную тракторами кромку пули. Он уже занёс ногу, как вдруг чёрная стена ночи раскололась пополам, и из трещины вырвался ослепительный свет, на мгновение превращая ночь в день. Витёк замер было в испуге, но тут тяжёлая дождевая капля разбилась о его макушку, заставив устремиться вперёд. От края до края земли перекатился рассыпчатый гром, а когда он смолк, стало слышно, как капли шлёпаются, а дорогу всё чаще, быстрей, громче. Через минуту вокруг были только тёмная муть и монотонный шелест. Огни посёлка, что так призывно блеснули из-за реки, сгинули в дожде. Витёк, спотыкаясь и раскачиваясь, двигался вдоль края кукурузного поля, чувствуя, как над головой нагнетается вся сила и злость, на которую способна летняя гроза. Земля под ногами стремительно раскисала, а ему предстояло ещё немало пройти, обогнуть поле, пересечь берёзовую рощу, спуститься по долгому-пологому берегу к переправе, вновь подняться. А там ещё миновать картофельные огороды, которые сейчас неотвратимо превращались в болото, и лишь тогда выйти к задворкам посёлка. Тётка была им недовольна. Только круглый дурень, сказала бы она, мог попасть в такую грозу, когда все нормальные люди сидят по домам. Но тётки здесь не было. Тётка находилась сейчас в своей кровати и похрапывала. Надо было оставаться у свояка, допивать самогонку и слушать продолжение лекции о различных способах ловли рыбы. Об этом свояк мог рассуждать хоть до утра. Витёк бы и остался, но понадеялся поспеть домой до грозы. Не послушал никого, понесло его в ночь домой, потому что договорился с утра снимать двигатель с молоковозки и ставить его на ремонт. А теперь вот сам, как рыба, весь мокрый. Вода рушилась с неба, не было ей конца. Поминутно сверкали молнии, гром сотрясал небеса над самой головой. Витёк то и дело испуганно вжимал голову в плечи, и струйки холодной воды стекали с волос за шиворот. Громадные куски мокрой глинистой земли налипли на сапоги и нипочем не хотели отваливаться. Приходилось останавливаться, трясти ногами, бить ими друг от друга. Витёк вдруг сообразил, что может выгадать не меньше полукилометра, если пойдёт не вокруг поля, а прямиком через него. Была бы здесь тётка, она догадалась бы раньше. Витёк только не мог для себя решить, что лучше — продираться сквозь чащу кукурузных стеблей, где земля покрепче и по суше, или ползти по просторной, но грязной и топкой обочине. Он выбрал первое. Сначала идти было легко, грязь и впрямь не приставала к ногам. Но уже скоро борьба с упрямыми кукурузными стеблями настолько замучила, что Витёк остановился и словно с заклинания прокричал в небо длинное замысловатое ругательство. Заклинание не помогло. Было холодно и мокро. Уставшие, сбитые стеблями ноги ныли и подгибались. Путь домой уже казался бесконечным. Витёк нащупал в кармане четвертинку самогона, которую ему вручили в дорогу, и сделал несколько неторопливых, вдумчивых глотков. Тело согрелось лишь изнутри. Витёк захотел повторить приём микстуры и уже нашёл губами горлышко, как вдруг случилось что-то невообразимое. Громадная огненная стрела обрушилась с неба и вонзилась в землю с такой силой, что всё вокруг затряслось. От грохота заложило уши. Витёк выронил бутылку и оцепенел. Всего в десятки метров от него поднялся фонтан вздыбленной земли. Кукурузные стебли с треском вспыхнули, но тут же погасли, сбитые дождевыми струями. Пошёл густой дым. Витёк не одну минуту простоял, хлопая глазами и, представляя себе, что могло с ним случиться, не остановись он принять самогонки. Он нагнулся, поднял бутылку и бережно поместил в карман. «Спасительница», — подумал он. Огонь выдохся, дым рассеялся, и всё опять погрузилось в мокрый мрак. Витёк сделал несколько робких шагов к месту удара молнии. Ему всё казалось, что в любую секунду это может повториться, и тогда от него точно мокрого места не останется. Пахло гарью, жжёные стебли расползались под ногами. Витёк всматривался в темноту и вроде бы различал опалённый круг и воронку в его средине. Он поёжился. Может, не молния это была, а бомба, случайно упавшая с пролетавшего самолёта? Идти дальше было страшно. Оставаться ещё страшнее, да и незачем. В этот момент высоко в небе в очередной раз проскочила извилистая огненная дорожка, и Витёк даже присел, закрывшись руками. Это была всего лишь молния. И в момент разряда он успел увидеть, что какой-то большой булыжник показал ему свой круглый бок из самого центра воронки. Рассматривать сейчас булыжники для Витька не имело никакого смысла. Он вскочил и помчался через поле, пригибаясь, как под обстрелом. Он нёсся уже, не обращая внимания на хлещущее тело стебли, дождь и раскаты грома. Меньше чем через час он ввалился в сене, сбросил на пол мокрые сапоги, пиджак, штаны, наскоро вытерся покрывалом с диванчика. — Где тебя леший носил ты? — сонно проворчала тётка, заворочавшись на кровати. — Небось, ни одной собаки на улице нет, только ты шатаешься по чужим дворам. — Я кукурузу тушил, — сообщил Витёк. Молния поля подожгла, а я там оказался, и вот и... — Ну что за дурень! На дворе дождь, а он тушит. А завтра сушить пойдёшь? Иди, иди, без тебя не обойдутся. Через минуту она уснула. А Витёк ещё долго ворочался во всех красках, представляя, как могло бы корчиться его маленькое мокренькое тельце под ударом грозной небесной силы. Пожалуй, это была самая беспокойная для Егорыча ночь за последние месяцы. Делать новую крышу на амбаре он закончил аккурат в тот вечер, когда ударила гроза. Он лежал на кровати, тревожно прислушиваясь к громовым раскатам, и рассуждал, одолеют ли хлёсткие дождевые струи новый рубероид, только что уложенный и закреплённый. По всему выходило, что не должны. Материал ложился добротно, на совесть. Для себя делалось, а не для государства. Егорычу не спалось, он думал о крыше. Словно бы не листы мёртвого покрытия мокли под дождём, а родное и близкое существо. Жалко новую крышу. Лучше бы гроза прошла неделей раньше, когда была ещё старая и струхлявого шифера. С этими мыслями Егорыч заснул. С ними же и проснулся. За окнами избы улыбалось свежее мокрое утро. Дождь ушёл своей дорогой. Егорыч натянул штаны и заторопился во двор, смотреть, как пережила стихию новая кровля. Куры неуклюже разбежались в стороны и снова сошлись за его спиной, чтобы укоризненно склонить на бок головы и поквохтать в адрес хозяина. Егорыч ворвался в сарай и с первого же мига понял — здесь что-то не так. Было слишком светло. Причина этого открылась ему в следующую секунду и поразила в самое сердце. В новенькой крыше зияла большая круглая дыра, ровная, как циркулем проведённая. Не меньше минуты Егорыч простоял, глядя на эту дыру, и жадно хватая ртом в воздух, пропавший сеном и пылью. Ещё один удар ожидал его, когда он опустил взгляд вниз. Такая же дыра, только изломленная, имелась и в полу. У Егорыча подкосились ноги. Ни от кого он не мог ожидать такой подлости по отношению к творению рук своих, ни от грозы, ни от зверя, ни от человека. Кто мог позволить подобное варварство? Невозможно было и представить. Он приблизился к пролому в полу и заглянул туда, но ничего не разглядел в полумраке. Хлопнул по карманам, спички остались в рубашке. Егорыч побрёл за фонариком. Куры, увидев его, насторожились, но хозяин прошёл в этот раз медленно, никого не беспокоя. Перекинувшись несколькими птичьими фразами, куры продолжили свои занятия. — Что, опять сердце болит? — встревожилась Дарья, супруга Егорыча, заметив из кухни его понурый вид. Егорыч помотал головой и отмахнулся. Жена не стала выпытывать, ей надо было наблюдать за кастрюлей на плите. Вооружившись фонарём, Егорыч вернулся на место своей скорби. Он заглянул в пролом, надеясь найти там причину несчастья. Под полом было много перегнивших опилок, куриного помёта и костей, которые натаскала собака. Среди всего этого точно под дырой покоился тёмный булыжник размером с нормальной качан капусты. — Вот курва! — процедил Егорыч и протянул руку, касаясь камня. Он был какой-то очень уж круглый, будто его специально равняли. Обычно камни такими правильными не бывают. Обязательно найдётся изъян. Егорыч хотел пошевелить его, но не смог. Булыжник оказался чудовищно тяжёлым. Сопя от обиды и расстройства, Егорыч вышел за калитку и присел на корточке у ограды. Мимо гнали коров. Они медленно и уныло, как военнопленные, тащились вдоль хат и огородов с печалью, глядя на мир. Некоторые сходили с дороги, чтобы потыкаться мордой под какой-нибудь столб или забор, поискать вкусную травку, но ничего не находили и брели дальше. — Куда? Куда пошла говяжья отродья? — надсаживался пастух. — Равней, шагай, холера! Равняйтесь в затылок, каторжные! Куда прёшь? Что ты там забыла, холера каторжная? Рядом с пастухом вышагивал с охапкой пустых мешков дед Харлам, очевидно, направляясь в этот ранний час на свиноферму за посыпкой для поросят. — Дед! — позвал Егорыч. — Дай закурить! Харлам остановился, поглядел на Егорыча с некоторым удивлением, но подошёл. — Ты чего? — спросил он, протягивая папироску. — Чего? — Ну, с мурной! Заболел или, к примеру, не спамши? — Спамши! — угрюмо поговорил Егорыч. Затянулся дымом, затем со злостью сплюнул под ноги. — Пошли, дед! Кое-чего покажу! — Ах, растудыть-те по углам! — сокрушённо проговорил дед, оказавшись в сарае и увидав дыру в крыше. — И кто ж такое сделал-то? — А вот я не знаю, кто! Погляди-ка ещё сюда! Дед внимательно разглядел булыжник, затаившийся под испорченным полом, покачивая головой, ворча про себя. — Кто ж такое зверство сотворил? — Я почём знаю! — А если, к примеру, закинули мальчишки? — Мальчишки? — А ты возьмись, подними его! Дед, потрогав булыжник пальцем, подёргал, попробовал раскачать. Если камень не сдвинулся, то самую малость. — Тяжёлый! — А то! Я, к примеру, вот что думаю. Вчера гроза была? Была. Вот к тебе шаровая молния и залетела. Крышу попортила, пол сломала. А там и сама остудилась и улеглась тут. По мозгам тебе, дед, молния не ударила, нет? Если бы молния, от сарая одни угли бы остались. Дед почесал затылок, прошёлся из угла в угол, не переставая что-то бормотать. Снял кепку, снова надел. — Тяжёлая! — Тяжёлая! — подтвердил Егорыч, зыркнув на деда. — Может, свинец? — Ты чё, какой свинец? — Ну, свинец. По радио говорят, в воздухе свинца сейчас много. Ты щитон. К примеру, молния ударила, он растопился, да и упал на твою крышу. — Знаешь что, дед? — рассердился Егорыч. — Шёл бы ты поросям своему истории рассказывать. У меня амбар чуть ли не разнесло, а ты как нарочно байки травишь, словно насмехаешься. — Я, к примеру, сказал. — Ну, не знаю. Можно у людей спросить, к примеру. Только людей мне не хватало. Всякий будет ходить, руками трогать и говорить мне чепуху. Когда дед ушёл, Егорыч поднялся на крышу и осмотрел пробоину. Для ремонта требовалась пара хороших досок да кусок рубероида. Достать нетрудно, но... Но обидно. До чего же обидно. С утра у Алёшки было чудесное настроение. А, собственно, какое может быть настроение у мальчишки на летних каникулах, когда целый мир лежит перед тобой, есть время, чтобы весь его облазить и проверить. Алёшка направился к броду, намереваясь посмотреть свои баллоны. Ещё в начале лета он стащил к речке из десяток автомобильных и мотоциклетных баллонов и побросал их на мелководье. Если тихо подкрасться и быстро поднять такой баллон, внутри можно было обнаружить одного, а то и двух жирных вертлявых пескарей. Толку от такой добычи мало, разве что кота накормить. Зато какое удовольствие обмануть и поймать хитрую скользкую рыбину. Пока про его рыбное хозяйство не знал никто из деревенских пацанов. И почти каждый день Алёшка приносил в дом не меньше пяти крупных пескарей, насаженных на травинку. Если же охота оказывалась неудачной, можно было посидеть в развилке трёх сучьев старого вяза, выросшего на берегу, помечтать в густой кроне, тайком понаблюдать за каким-нибудь мужиком, что шёл себе с граблями под дороги, не ведая, что на него глядят из ветвей. Между огромных шершавых сучьев было удобно, как в кресле. Алёшка планировал со временем прибить туда пару дощечек для ещё большего удобства, а ещё сделать верёвку, чтобы лучше было спускаться и подниматься. Однако этим планам суждено было остаться неосуществлёнными. Едва лишь увидев вяз издалека, мальчик понял, что обустраивать свой наблюдательный пункт ему уже не придётся. Дерево было искалечено. Один из трёх сучьев валялся на земле трагически белее обнажённым древесным нутром. Остальные два разошлись рогаткой. Могучий ствол оказался расколот надвое. Внутри он был чёрен, как головешка. Он и был головешкой. Подойдя ближе, Алёшка понял, что его любимое дерево сожгло молнии. Он обошёл вяз вокруг два или три раза, словно желал убедиться, что его уютного и безопасного уголка больше не существует. Дерево было испорчено безнадёжно. Мальчик сел на траву лицом к реке и уставился на воду, которая, как всегда, легко и беззаботно бежала по камушкам. Ничего не изменилось, если и не считать гибели вяза. Всего-то старое дерево, но без него место стало другим, чужим, неинтересным, голым каким-то. Алёшка поискал взглядом, где бы ещё он мог устроить себе гнездо, но так и не нашёл. Вокруг были только кусты, жиденько покрывающие однообразные пакеты и берега. Мальчик, наконец, поднялся, снял сандалии и ступил в прозрачную воду, тут же обхватившую его лодыжки холодными упругими пальцами. Если дерева больше нет, то надо хотя бы проверить баллоны. С этого места он ещё раз взглянул на вяз и вдруг заметил нечто необычное. В трещине между половинками ствола темнел круглый предмет. Как будто кто-то закинул туда мяч и не смог достать. Алёшка, позабыв про пискарей, вернулся к дереву. Допрыгнуть до круглого предмета не удавалось, и мальчик начал карабкаться по стволу, пачкаясь обугленной корой. Через полминуты странный кругляш оказался перед его глазами. Покрытый копотью шар размером чуть меньше Алёшкиной головы, висел в расщелине, как пушечное ядро, застрявшее в стене крепости. Эта штука выглядела подозрительно правильной, словно и впрямь была сработана человеческими руками, а затем выпущена из неведомого орудия. Получалось, что именно она своим ударом и расколола старый вяз надвое. Алёшка попробовал выковырнуть шар из расщелины, но ничего не вышло. Дерево прочно одержало причину своего несчастья. Алёшка повисел на стволе ещё пару минут, осматривая и ощупывая находку, пытаясь сдвинуть её хоть на волос. Ничего не выходило. Здесь требовались топор и сильная взрослая рука. На взрослую руку мальчик не надеялся. Кто согласится тащиться к броду и рубить дерево из-за какого-то булдыгана, неизвестно почему застрявшего в стволе. И тогда мальчик решился всё сделать сам. Утащить из сарая топор, взять с собой пару поленев для распорок и освободить таинственный шар, чтобы разобраться с ним не на весу, а в спокойной обстановке у себя во дворе. Надев сандали, Алёшка помчался домой, позабыв даже проверить свои баллоны, где отдыхали в тот момент семь крупных мясистых пескарей. Гендес соскочил с автобуса и, бросив водителю «Будь здоров», бодро зашагал по наезженной стежке в сторону посёлка. Не пройдя и двух сотен шагов, он услышал за спиной гул двигателя. По звуку он определил, что едет у ААЗ, и что заправлялся он последний раз возле гаража сельхозтехники. Только там так бессовестно разбавляли бензин. Не оборачиваясь, Гендес вскинул свою забинтованную руку. Если свои, сами остановятся, подберут, а если чужие, то тут уж следует намекнуть. Оказалось, чужие. Жёлтый уазик остановился точно возле него. Стёкла были опущены, внутри маялись от духоты двое незнакомых мужиков. Один толстый и бородатый, в очках, в рубашке, на заклёпках, высунулся и спросил. «Милейшая, эта вот дорога, она куда?» «На посёлок», — с некоторым удивлением ответил Гендес. Вопрос был откровенно глупым. «Всякий здесь знал, что эта дорога ведёт только к посёлку и больше никуда. Для того и проложено, чтобы люди могли по ней добраться до посёлка, сходя или съезжая с большака». «Какой посёлок?» «Пустозём, конечно», — ответил Гендес. «Здесь других нет, извиняюсь за выражение». «Ну да, конечно». Бородатый скрылся в кабине, шуршатом какой-то бумагой. «Название оптимистичное», — добавил он. «Вы, извиняюсь за выражение, меня-то подбросите?» — напомнил о себе Гендес. «Давай, садись, милейший», — кивнул Бородатый. «Заодно и поговорим». Гендес забрался на заднее сиденье, принюхался. Машина была совсем чужая издалека, скорее всего, из области. За рулём сидел мужик с повязанным на голову платком. Брови у него были белые, прозрачные, да и лицо казалось каким-то блеклым, словно и не загорал человек никогда. Бумага на коленях у Бородатого оказалась картой. Он водил по ней карандашом, рисуя линии и кружочки. «Слушай», — сказал он, — «тут никакого пустозёма нет». «Ну, правильно. Он по картам и документам проходит, как, извиняюсь, перспективный. Но у нас все, как по старинке, говорят, пустозём». «Ага, перспективный. Есть такой». «Вы, извиняюсь за выражение, откуда, мужики?» — спросил Гендес. «Издалека», — вздохнул Бородатый мужик. «Значит, пустозём, говоришь?» «Сто пудов, пустозём», — побожился Гендес. Бородатый сунул руку под панель и вытащил микрофон рации на витом шнуре. «База, база, как слышно?» В рации заскворчало. «Слышь, Петрович, а пустозём, в смысле перспективный, в плане, я что-то не пойму». Рация ещё раз проскворчала. Гендес сколько ни напрягал уши, ни слова не разобрал. Но Бородатый всё выслушал и вернул микрофон на место. «Надо проверять», — сказал он. «Будем проверять», — безразлично отозвался шофёр. Гендес почувствовал тревогу. «Что это, интересно, они собрались проверять? И за какие грехи их посёлок надо проверять? А может, зря он к ним подсел?» «Вы, извиняюсь, чего хотели-то?» — неуверенно спросил Гендес. «Тебя как зовут, милейший?» — спросил вместо ответа Бородатый. «Гендесом. Генка я, а вы...» «Скажи нам, Генка, прошлой ночью слышал ты что-нибудь или, может, увидел что-то странное, а?» «Слышал и видел. К дежурной сестре шабашники приходили, которые крышу делают. Так вот она с ними всю ночь спирт пила». «Какой спирт? Какие шабашники?» «В больнице. Я всю неделю там пропадал. Только сегодня вот домой отпустили». «Тебя, значит, тут не было?» — разочарованно проговорил Бородатый. «Не, не было. Я в городе был. Во, гляди!» Он продемонстрировал забинтованную ладонь. «Работал, извиняюсь за выражение, на таку. И какая-то пугань в болячку попала. Рука опухла, что лопатой. И болит же, сволочь. Ну, я в город, к докторам. Те болячку срезали. Оттуда как потекло. Чуть не пузырями. И такое ведь вонючее». «Жаль», — сказал Бородатый. «Что ж, придется по дворам походить». «А чё ищете-то? Может, я знаю?» «Ищем милейшие метеориты. Как назло, в грозу упали. Никто не видел и не слышал. Уже с десяток деревень объехали. Хоть бы что». «Ну, это надо у людей узнать», — рассудил Гендас. «Если что, могу подсобить. Работать мне все равно пока нельзя. А я тут всех, извиняюсь за выражение, знаю». Ему вдруг приглянулась роль участника научной экспедиции. Возят на машине, спрашивают, интересуются. «А ты им только показываешь да рассказываешь. Вот тут колодец, вот коровник, вот силостная яма. Ничего они, конечно, не найдут. В пустоземье сроду ничего не происходило. Но все равно приятно». «Посмотрим», — сказал Бородатый. «Это уже поселок, что ли?» Он указал на верхушке крыш, показавшиеся за бугром. «Точно. Вон первый дом, там Изя живет». «Кто-кто?» «Изя, говорю, механизатор. Только у него трактор пока место отобрали. Он весной, извиняюсь, уснул за рычагами, да и снес курятник. А потом хорошо в болоте застрял, а то б еще чего натворил». «Чей курятник-то свой?» «Еще чего свой. Пастуха, сквалыгина. Тот тоже чудак. Прошлую весну переводил стадо через брод. И у него двух коров в реку унесло. Одну потом вытащили, а другая так и плавает. Может, уже и морской коровой стало, извиняюсь за выражение. Или, наверное, кто-то прибрал к рукам. А, вон, видите домик? Там Генка грех живет. Вот он чудило, каких еще поискать надо. Отсюда не видать, у него трубы вокруг дома. Решил, извиняюсь, устроить себе канализацию, чтобы все из нужника прямо в канаву. Ну и на другой день вся его канализация на соседском дворе плавала. Хотели ему за это морду бить, но не стали. Он на завтра полез на крышу ставить ветровой двигатель и свалился, руку сломал. Незнакомцы переглядывались мысленно, шалея от потока столь занимательной информации. А вон избенка серенькая, видите? Там Варвара, вдова. Баба хорошая, но суровая. Одна живет. И муж, и сын померли. Сын вертолетчик был. Разбился. — Вертолетчик, говоришь? — произнес, наконец, бородатый. — А все-таки с кем поговорить тут можно? — А с кем хочешь, с тем и говори. Вон хотя бы с бабаем. Он, небось, дома сейчас сидит. Но тот тоже с мозгами набекрень. В прошлый год бабку свою накормил, извиняюсь, мухоморами. Набрал их целый карман, как нарочно. Отварил. Кушай, говорит, дорогая бабушка, на здоровье. А сам стервец сидит, смотрит, что ей будет. А ей чего? Денек в туалете помаялась, а на другой уже на работу вышла. Одна захватывающая история сменялась другой. Приезжие все больше сатанели, но слушали. Вскоре уазик выехал на улицу поселка. Вечером, когда Егорыч работал на огороде, к нему заглянул дед Харлам. — Ну чего? Сходил ты к москвичам? — спросил гость. — Каким москвичам? Удивился Егорыч, оставляя лопату. — Ну что, сегодня приехали? Сходил? — Кто приехал? Зачем к ним ходить? — недоверчиво переспросил Егорыч. — Вот же голова трухлявая! — всплеснул руками дед. — Ты ничего не слыхал, что ли? — А когда? Я только с работы. Чуть поужинал сразу сюда. — Ну, человек! Москвичи приехали, сказали, в грозу с неба падали камни. И теперь ищут, где они лежат. — Да ты чё? — оторопил Егорыч. — Беги скорей, дурилка! Их в учительском доме поселили. Беги и разбирайся! — Егорыч отбросил лопату и выскочил за калитку, не потрудившись надеть рубаху поверх потной майки. Учительский дом был в самом конце поселка. Его так прозвали, потому что раньше туда каждую осень селили новых учителей. Молодых ребят, приезжавших работать в деревню, чтобы не попасть в армию. Долго никто не задерживался. Обычно через полгода и с лет их простывал. А на следующую осень приезжали новые. Пару лет назад школу упразднили. Мало стало учеников. Оставшимся приходилось ездить теперь в белые грязи. Большую деревню в пяти километрах от поселка. Но дом в народном сознании так и остался учительским. Хотя селили в него теперь только шабашников, командированных и прочий временный люд. Егорыч издалека приметил незнакомый желтый уазик, приткнувшийся к крыльцу. Рядом на чурбачке сидел толстый бородатый мужик в очках и хлебал из пластмассовой бутылки газировку. На подбежавшего Егорыча он посмотрел задумчиво, но без интереса. — Вы, значит, насчет камней? — уточнил Егорыч, отдышавшись. — Мы? А что? — глаза за очками слегка ожили. — Вы, то есть, по этим камням здесь главное, верно? — Ну, верно. А в чем дело? Бородатый даже сделал попытку встать, но передумал. — То есть, когда людям на голову эти камни сыплются, это по вашей части, точно? — На голову? — озадаченно переспросил незнакомец. — А то! Да мне эти ваши камни поламбара развалили, и кто будет отвечать? Бородатый, наконец, встал, пристроил бутылку на чурбак, затем повернул голову к дому. — Матвей, выйди на разговор! На крыльце показался худой парень с белыми волосами и бровями. Он был одет в спортивный костюм, в руке держал книгу. — Где твой амбар? — спросил Бородатый Егорыча. — Пойдем глядеть. — Ох ты, какой скорый! Вы свои камни раскидываете, а мне расходы за них нести, так по-вашему? — Да мы их, собственно, не раскидываем. — Ты мне мозги не забивай, а говори на чистоту, кто ущерб возмещать будет. — Вы камень нашли? — спросил Белый. — Нашли, нашли. Еще б чуть-чуть, и в голове бы у меня нашли. — Ты успокойся, брат, — посоветовал Бородатый. — Ты сначала покажи камень-то. — Ишь ты! А ущерб? Москвичи переглянулись. Молодой сунул руку в карман и чем-то там погремел. Мелочью или ключами. — Сколько ущерба? — прямо спросил он. — Сейчас прикину, сколько. Крышу латать, рулон рубероида надо и доски полкубометра. — Завтра начальство приедет, и все выдадим. — Тогда завтра и приходите. А то, знаю я вас, опять забудете или скажете, что неуполномочены, или еще какую чепуху. — А ежели ты врешь, милейший? — Вот мы сейчас, не посмотревши, начальству побеспокоим, а кажется, что нет ничего. Как быть? Нам сначала убедиться надо. — Ах, убедиться! Но это завсегда пожалуйста. Идем, сейчас я вам амбар покажу. — Далеко? А то, может, он кивнул на машину. — Недалеко ножками дотопаем, — пообещал Егорыч. Москвичи пошушукались и отправились вслед за ним. — Значит, говорите, вру я, — сказал Егорыч, подходя к своему двору, где в ожидании развязки ошивался дед Харлам. — А вот! Он торжественно указал на круглую дыру, чернеющую в скате крыши. — Это что, по-вашему, ворона мне проклевала? Молодой присвистнул, они с бородатым вновь начали шептаться. Егорыч услышал что-то вроде маловато дырочка. — Как так маловато? — встревожился вон. — Да у меня крыша напрочь изувечна, а вы маловато. — Мы не о том, — туманно ответил молодой, делая успокаивающий жест, а сам продолжал совещаться с бородатым. — По массе, конечно, больше представляли, но кто знает, какая масса? — Услышал Егорыч. — А если я разлетелась в атмосфере? Может и так быть. Потому и шума почти не было. Вокруг надо смотреть. — А ну-ка погляжу! — сказал бородатый и самым нахальным образом направился в калитку. — Стоять! — скомандовал Егорыч и расставил руки в стороны, оберегая от чужаков двор. — Сказано! Сначала ущерб, потом забирайте. И не имеешь такое право на мое имущество заходить. — Да я только поглядеть! — начал было бородатый, но Егорыч стоял насмерть. — Оплотишь, потом смотри, пока глаза не вылезут. Пускать чужаков в амбар Егорыч не собирался. Там бы они быстренько узнали, что затребованных полкубометра досок на ремонт не нужно. Хватило бы и пары штук. Может, все-таки пустите взглянуть? Еще раз подступился молодой. — Ни в какую! — замотал головой Егорыч. — Мое слово сказано, как приклеено. — Да! — москвичи еще пошептались, затем повернулись и пошли к себе. — Ладно! — сказал на прощание бородатый. — Завтра все будет. Смотри, метеорит не профукай. Завтра после обеда решим вопрос. — Эй, да я на работе до восьми! — крикнул вслед Егорыч. Дед Харлам, который наблюдал все переговоры молча, теперь только крякнул. Егорычу было немного совестно, что люди пришли по серьезному делу, а он их так турнул из-за каких-то досок. Поэтому, чтобы заглушить голос совести, он громко сказал. — Больно деловые! Думают, им тут все на тарелочке поднесут, раз москвичи! Дед что-то промямлил, да и пошел дальше по своим делам. Егорыч вернулся на огород, прикидывая, что досок, вырученных на разоренный амбар, ему хватит не только на ремонт, но и на то, чтобы поставить новое крыльцо. — Мало попросил! — досадовал он, ковыряя лопатой грядку. — Надо было больше! Надо было кубометр просить! Если накануне о приезде экспедиции знала только половина поселка, то утром об этом говорили уже все. Витек тоже слушал разговоры и удивлялся вместе со всеми. Однако он не мог связать ночное происшествие в Кукурузе с поисками каких-то камней. Сначала он хотел сходить на то место и осмотреть все при свете дня, но так и не собрался. Должность моториста довольно хлопотная, особенно в хозяйстве, где большая часть техники не то что просится, а просто умоляет отправить ее на свалку. А потом и интерес пропал. Ну, ударила молния, ну, пожгла маленько посадок. Разве событие? А вот в то, что эта молния ударила ему чуть ли не по макушке, никто не поверил. Все только посмеивались и участливо справлялись, сколько в той молнии было градусов и из чего ее нагнали. Особенно тетка издевалась, жаля своим ядовитым языком. Зато Алешка даром, что пацан, сразу смекнул, что к чему. И теперь в нем боролись сомнения. С одной стороны, хотелось сейчас же прибежать к москвичам, гордо выкатить грудь и заявить «я камень нашел». Но если рассудить по-другому, то взрослые сразу отберут находку и больше не подпустят. А так хотелось сначала самому с ней повозиться, все потрогать, по возможности расковырять. В конце концов, победило нетерпение и мальчишеское тщеславие. Тем более Алешка понимал, что сам он вряд ли сможет выковырнуть булыжник из ствола. Маловато силенки. С утра мальчик приблизился к учительскому дому и с подчеркнутым безразличием спросил у бородатого москвича. «Вы что ли круглые камни ищете?» «Мы?» — ответил москвич с таким же безразличием. Но в следующую секунду подпрыгнул. «А откуда знаешь, что круглые?» Через десять минут мальчик уже сидел на переднем сиденье из желтого уазика и показывал дорогу белобрысому водителю. Проезжая поселок, он энергично крутил головой, пытаясь выяснить, видит ли кто-нибудь его триумф. Но, кажется, никто не видел. Большинство поселковых были на работе. «Как звать, пионер?» — спросил бородатый дядька. «Алешка!» «Это хорошо», — ответил москвич и умолк, задумавшись. «А вы кто?» — поинтересовался мальчик. «Мы...» «Да мы так». «Из Министерства бароны?» «Какой еще бароны?» «А вон у вас бумажка из-под сиденья торчит». Водитель, нахмурившись, запихнул поглубь жемятый бланк с грифом Министерства обороны. «Лично я из Академии наук», — сказал бородатый. Его напарник промолчал. Верхушку вяза обычно было видно с дороги метров за триста до брода. «Алешка» ждал, когда изувеченное, но непобежденное дерево покажется из-за бугра. Однако этого никак не происходило. Вот уже и поворот, за которым дорога вела через реку, по мелководью, по веселым гремучим камешкам, а дерево не видно. И когда машина выкатилась на берег, мальчик понял, что вяза больше вообще нет. На его месте находился большой желтый бугор, похожий на шапку пены. По размеру он не уступал УАЗику. Снизу торчали остатки вяза. Он раскинул в сторону свои сучья и лежал как раздавленный. Прежде могучие ветви поникли и примялись к земле, став какими-то жалкими, немощными, будто стариковские руки. Алешка смотрел на это широко раскрытыми глазами, ровным счетом ничего не понимая. «Откуда эта желтая штука? Как она могла раздавить большое дерево?» «Ну?» — спросил бородатый. «Здесь был», — ответил мальчик. «На этом месте». Москвичи вышли из машины и обошли желтый бугор кругом. Алешка несмело выглядывал из-за их спин. Теперь было видно, что это огромный ком спутанных кучерявых волокон, похожих на медную стружку. Или на гигантскую мочалку. «Сергеич, ты такое когда-нибудь видел?» — спросил шофер. «М-м-м-м», — ответил бородатый. Шофер начал подносить к мочалке маленькую коробочку и слушать, как она пищит. Сергеич тем временем подобрал палочку и начал поддевать ею желтые скрученные волокна. Наконец он поймал одно из них и вытянул наружу. Волокно было, как пружинка, упругое, витое, с остреньким кончиком-завитком. «Значит, говоришь, камень был в дереве?» — обратился бородатый к Алешке, который малость осмелел, подошел к мочалке и трогал ее кончиком сандали. «Ага, в стволе засел». «Точно, не врешь? Не показалось?» «Точно, черный такой, как обгорелый». «А теперь ни камня, ни дерево». «Ясненько, слышь, Матвей, как думаешь, увезем мы с собой эту штуку?» Вместо ответа вдруг раздался испуганный вскрик. Матвей, как оказалось, зашел с другой стороны и сунул руку в переплетение желтых пружинок. Теперь он не мог ее вытащить. «Сергеич, помоги! Оно вроде затягивает!» Бородатый проворно вскочил и подбежал к товарищу. Он уперся ногой в мочалку и начал оттягивать ее руками в сторону. «Давай, дергай руку!» — скомандовал он. Белобрысый дернул и снова вскрикнул. Рука была на свободе, но вся оказалась из царапана, из множества крошечных ранок сочились капельки крови. «Хотел внутри проверить, думал, может, есть что?» Растерянно проговорил он, обтирая кровь краем рубахи. «Оно как потянуло, будто болото!» «Думать надо!» — рассердился Бородатый. «А если заразу подцепил, иди возьми бинт в аптечке!» «Никуда мы ее не повезем!» — сказал Матвей, торопливо оборачивая руку бинтом. «На месте надо смотреть, ставить комплекс прямо в деревне и разбираться!» «Да, разворачиваться нужно по полной программе!» «И людей хорошо бы отселить!» «Ага, размечтался, и трехметровым забором поселок обнести еще, скажи!» «Охрану выставить, вот что надо!» «Кого же выставлять?» — вздохнул Матвей. «Кто тут, кроме нас? Значит, сами и будем!» «Слышь, пионер!» — Бородатый обернулся к Алешке и сделал, насколько возможно, серьезное лицо. «Ты беги домой и никому про это место не говори, ладно?» «Ладно!» — пожал плечами мальчик. «А вы что будете делать?» «А ничего! Ждать своих будем!» Алешка, конечно, не поверил, что ученые будут просто так сидеть возле этой штуки и чего-то там ждать. Но оставаться здесь он не мог. Мать просила прийти домой пораньше и помочь отметить зеленкой кур, чтобы не путать с соседскими. Уходя, Алешка знал, что вскоре вернется и тайком подсмотрит, чем будут заниматься таинственные москвичи. С утра дед Харлам вышел на луг, догола общипанный коровами, и некоторое время занимался там подбором сухих коровьих лепешек, намереваясь переложить ими грядки в теплице. Когда солнце и мухи истомили его, и он принялся складывать урожай на тележку, на дороге вдруг показалась необычная процессия. Впереди ехал УАЗик защитного цвета. На его крыше громоздился большой белый ящик, утыканный целым ворохом антенн. За УАЗиком катились три КАМАЗа-вездехода с фургонами. И еще два бортовых ЗИЛа замыкали колонну. Ни одна из машин не походила на обычную раздолбанную сельскую технику, к которой за долгие годы так привык глаз старика. Каждый автомобиль был обвешан какими-то посторонними деталями — лебедками, баками, подпорками. Выглядело это довольно грозно. — Война, что ли? — пробормотал дед, невольно отступая к кустам вместе со своей лопатой и тележкой. Колонна, между тем, сбавила скорость и начала заворачивать на тот самый луг, где дед едва закончил подбор удобрений. Откуда-то вырулилась желтый УАЗик, из него показался бородатый москвич и помахал прибывшим рукой. Из машин начали высыпать люди, некоторые действительно были в военной форме. — Чё делается-то? — завороженно прошептал дед, отползая всё дальше в кусты. Он всё пригибался и пригибался к земле, пока вовсе не лёг, собрав перед собой кучу веток, как опытный разведчик. Прибывшие люди встали в круг, поговорили, потом разошлись и занялись делами. Одни доставали грузы из машин, другие размечали что-то на земле, третьи, взяв топоры и пилы, отправились к перелеску. Огромное впечатление на деда произвело то, что они делали с КАМАЗами. Водитель поворачивал что-то в кабине, мотор начинал натужно гудеть, а фургон раздвигаться вширь, превращаясь во вместительный домик с окнами. Деду Харламу вдруг стало страшно, что кто-то засечёт его наблюдательный пост и выволочит наружу его самовую тележку с навозом. Он отполз ещё на десяток метров, а там привстал и торопливо покатил тележку прочь, оглядываясь и прислушиваясь. В посёлке уже заметили прибытие автоколонной, навстречу деду вылетело в атака мальчишек, спешивших первыми про всё узнать. К обеду эти же мальчишки принесли в посёлок достаточно полные сведения о происходящем. Оказалось, приехали учёные, целая экспедиция с походными лабораториями. Они расставили на лугу свои фургоны, воздвигли разные навесы и палатки и теперь собирались искать метеориты, которыми посыпало землю в ту грозовую ночь. Мальчишки по секрету добавляли, что падение метеоритов засекли военные локаторы. Уже на следующий день целый полк солдат прочесывал лес в семи километрах от посёлка, но никто ничего не нашёл. Теперь эти же солдаты будут искать камни здесь. Кроме того, мальчишки дополнительно сообщили, что учёным активно помогает в обустройстве Гендас. Держится там за своего и очень задирает нос. Уже дважды его посылали в магазин за вином и, кажется, за хлебом. Самым приятным известием оказалось то, что за каждый найденный метеорит поселковым была обещана премия. Небольшая, но приятная. В доказательство говорилось, что Алёшка показал москвичам, где лежит один такой камень, и получил награду. Теперь он, правда, объевшись жвачками и шоколадками, сидел дома, ничем не интересуясь. Вечером, когда народ вернулся с работы, почти весь посёлок пришёл на луг, чтобы посмотреть, как обустраиваются незваные гости. Мужики собирались в кучки, рассаживались вдоль канавы, что отделяло луг от дороги, и наблюдали за пришельцами смоля папиросы. Учёные перетаскивали ящики и коробы, гремели ложками о тарелке, жгли костры, тянули провода, хлопали дверями машин и, в свою очередь, поглядывали на поселковых. Местные приезжие стояли друг против друга, как два войска, разделённых канавой, и не спешили вступать в знакомство. То и дело, между палаток и фургонов мелькала забинтованная рука Гендаса. Он летал взад-вперёд, как ласточка, стремясь всем помочь и дать совет. Вот он участвует в забивании колышков для навеса, вот показывает, как обтесать жерть, а вот уже несётся к кому-то с ведром воды. Мужики пускали папиросные дымки и комментировали. Гля как старается, аж штаны трещат. Думает, наверное, ему академика присвоят. И особую благодарность за несением в грудную клетку. Гендас не слышал реплик. Иногда останавливался, отдувался, вытирая пот с лица, и, бросив беглый взгляд на односельчан, нёсся дальше. «Эй, не торопись, пупок развяжется!» — кричали мужики. Егорыч сегодня припозднился с работы и пришёл на луг, когда там было уже полно публики. Он помнил, что сегодня должно было приехать начальство и оплатить изувеченный амбар. Некоторое время он бродил вдоль канавы, высматривая бородатого москвича, никак не решаясь пересечь невидимую границу. Затем увидел Гендаса, бегущего куда-то с мотком провода, и бросился ему на перерез. — Оно по тормозам! — Чего? — Гендас остановился и принял вид крайне занятого человека. — Где этот, с бородой в очках, где он? Кто, Сергеич? Отъехал вроде куда-то к речке, к броду. А чего тебе? — А надо! Где тут начальство? Отвечай, разговор есть! — Ты чего? — Гендас обозначил на лице ужас. — Люди делом заняты, а ты, извиняюсь за выражение, с разговорами. Ему явно не хотелось упускать монополию на близость к важным гостям. Тем временем мужики заметили, что граница между местными и приезжими как бы прорвана, и начали подтягиваться к разговору. — Ну, чего? — усмехнулся Ленечка Шурочкин по кличке Выкусь-накусь. — Ты вот от всех уже обслужил? Обстирал, нет? Че тебе? — рассердился Гендас. — Бегаешь быстро, народ волнуется, как бы вторую клешню не надорвал. Ты б не зубоскалил, а лучше б людям баньку приготовил. Люди с дороги уже спрашивали, у кого, извиняюсь за выражение, попариться можно. — А я им банщик? — высокомерно ответил Ленечка, хотя и остался польщен предложением. — Не хочешь, они к другим пойдут, подумаешь? — пожал плечами Гендас. — А завтра, между прочим, начальник этого табора прибудет. — А начальник знаешь кто? Алла Пугачева? — ухмыльнулся Ленечка. — Хрен тебе в ухо, а не Пугачева. Начальник Борис Михайлович Олейник, понял? — А кто это? — озадачился Ленечка. — Из Динамо, что ли? — А, ты еще скажи, из балета. Космонавт Олейник, тот самый, деревня. — А, — сказал Ленечка, перестав усмехаться. — Ага. Что, не хочешь космонавта в своей баньке попарить? — Э, постой! — вмешался Егорыч. — Выходит, начальство еще нет? — сказано, завтра он будет. — Слышь, Гендас! — подал голос кто-то из мужиков. — А за правду, говорят, за камни деньги давать будут. — Вот же чудные, извиняюсь за выражение. Я ведь говорил уже, будут давать. — Ну, не за всякие, конечно. — Оно понятно. Завтра бабу свою за грибами отправлю, может, найдет метеорит. — Деньги? — испугался Егорыч. — Какие такие деньги? Кому? Всем, что ли? И сколько? — Сказано, всем, кто найдет. — Немного, конечно. Егорыч отошел в сторону совершенно обескураженной. Занайденный метеорит полагалось куда меньше, чем он рассчитывал запросить за сломанную крышу. Выходило, что теперь любой голодранец понесет москвичам камни и получит мзду, а ему, Егорычу, ущерба не возместят. Зачем возмещать, если метеоритов и так будет завалить? Злой и расстроен он поплелся домой. Вскоре за ним потянулись и остальные. У всех были свои дела, никто не собирался торчать тут до темноты, кроме, может быть, Гендеса. Наконец, произошло то, что должно было. Витек, когда речь зашла о деньгах, малость под напряг мозги и понял, между происшествием на кукурузном поле и приездом экспедиции есть связь. Ему, конечно, следовало сначала сбегать на поле самому и убедиться, что действительно там есть камень. Но времени на это не хватало. Витек поздно заканчивал работу, ему не улыбалось после тяжелого дня тащиться за реку. Лучше все рассказать москвичам, а они, люди серьезные, не поленятся послать в кукурузу машину. Вечером, переодевшись и наскоро сполоснувшись колодезной водой, он явился в стан ученых, походил среди палаток и, наконец, обратился со своим сообщением к загорелому мужичку в желтой иностранной кепке. К словам Витька отнеслись довольно скептически. Дело в том, что за прошедший день ученым принесли не меньше двух центнеров больших и малых булыжников, уверяя, что это как раз те самые камни, что упали в грозу. Вдобавок поселковые замучили москвичей рассказами, что, дескать, на кладбище по ночам ходит какой-то парень, которого десять лет назад там зарезали беглые зэки, что в реке водится пятиметровый сом, способный утащить под воду лодку с рыбаками, и что в старой церкви, отданный под склад, таинственным образом пропадают овес и комбикорм. Ученые таких речей приуныли. Их решительный настрой несколько пошатнулся. У Витька прежде всего спросили, сколько он выпил накануне падения метеорита. Тот божился, что самую малость, ну, от силы литр на троих. И все равно на него поглядывали недоверчиво. Недоверие не рассеялось и в машине, которая везла его на кукурузное поле. За рулем сидел белобрысый москвич Матвей. А еще с ним поехал некий Сева, бойкий молодой парень, одетый в жилетку с парой десятков карманов. На ремне у него висело несколько черных кожаных футлярчиков с ножом, маленьким биноклем и еще какими-то приспособлениями. Какое-то время машина медленно шла по краю поля, переваливаясь на кочках, вспугивая птиц, устроивших в густой траве гнезда. Витек пытался оживить память, он решительно не помнил, где сошел с бетонки и куда затем направился. Москвичи его не торопили, лишь иногда как-то странно переглядывались и протяжно вздыхали. — Куда вам столько кукурозы? — вяло поинтересовался Матвей. — На зиму маринуете или так едите? — Это кормовая. — рассеянно ответил Витек, вглядываясь в зеленый горизонт. — Для еды у нас не возревает. — А вон там? — сказал вдруг Сева, приложив к глазам бинокль. Там вроде зрелая, желтая. Действительно, далеко в поле жил тело малопонятное пятно. Витек даже забрался на крышу машины, чтобы убедиться. — Идем, что ли? — вздохнул Матвей, останавливая машину и вытаскивая из-за сидения прямоугольный кожаный кофр. Витек плелся сзади и молился, чтобы камень оказался именно там. Иначе он бы был просто опозорен. В поселке начали бы смеяться, что, мол, хотел сорвать премию и потащил москвичей в кукурузу. О каких гадостей наговорила бы тетка? — Ну и что это? — сказал Матвей, остановившись у края желтой прогалины. Витек вышел вперед. Кукуруза была желтая, но не от спелости, конечно. Она была сухая. Стебли стояли поникшие и чахлые. Даже земля под ногами казалась какой-то вялой, сухой. Она проваливалась под ногами, как песок. Витек прошел еще немного вперед и увидел воронку. Не глубокую, всего по колено. Ее окружали черные, спаленые кукурузные стебли. Но никакого камня в ней не оказалось. — Это здесь было! — проговорил Витек, присаживаясь на корточке, трогая землю руками. Она и на ощупь была, как песок. Москвичи тоже присели, потрогали землю. — И что? — спросил Сева. — Где метеорит? Витек встал, осмотрелся. Ночью под дождем все, конечно, выглядело иначе. Теперь здесь было жарко и почти тихо, если не считать с трех это кузнечиков. — Здесь было? — проговорил он. — Ничего не понимаю. — Знаешь, мы тоже. В воздухе повесла неприятная напряженность. Матвей, что-то ворча себе под нос, взял в пробирку несколько проб земли из воронки. Сева же озирал окрестности через свой бинокль. Витько осталось только смущенно покашливать, докрошить пальцами комочки земли. Можно было предположить, что камень был здесь, а потом укатился или ушел в землю. Но после обеда Алешка помчался к броду, чтобы выяснить, что нового на месте падения метеорита. К тому времени желтую мочалку накрыли шатром из темной пленки, а охранять ее поставили двух солдат с автоматами. В первый раз Алешка боялся, что его случайно подстрелят, но потом увидел, что солдаты очень мирные, они в основном сидели или лежали в тени прибрежных кустов и рассказывали друг другу всякие истории. Да и автоматы у них были без патронов. Сегодня шатер словно бы распух. Мочалка явно подросла. Рядом стояла машина, здесь же прогуливались бородатый москвич и какой-то незнакомый дедушка в широких синих брюках и выцветшей штормовке. Солдаты в этот раз не лежали под кустом, а стояли чуть поодаль, положив руки на свои автоматы без рожков. Берег явно изменился не только из-за погибшего вяза и шатра, появившегося на его месте. Подойдя ближе, Алёшка почувствовал через подошвы сандалий, что сама земля стала иной. Она словно бы осела, стала мягче, а трава на ней поблекла и высохла. Да и ближние кусты выглядели поникшими. Зловредная мочалка, казалось, отравила всё кругом. — Здрасте! — громко сказал мальчик взрослым. — А, привет! — бородатый обернулся. — Как жизнь? Нашёл ещё что-нибудь? — Нет пока! — отрапортовал Алёшка. — Это тот паренёк, который место показал. Негромко сообщил москвич незнакомому дедушке. — Ты? — заинтересовался незнакомец. — А ну, подойди, оголец. Алёшка приблизился, изнывая от любопытства. — Здравствуй, мальчик. Так говоришь, ты метеорит тут видел? — Ага, он в самое дерево врезался. — Прямо в самое дерево? — Ага, и сук один снёс, и ствол расщепил. — Интересно. И что дальше произошло? — А вот он всё знает. Алёшка указал на бородатого. — Когда мы приехали, здесь уже жёлтая куча была. — Знаешь, хоть с кем разговариваешь? — с добродушной усмешкой спросил бородатый. — Это же Олейник, тот самый космонавт. — Космонавт? — Алёшка часто-часто заморгал. — Настоящий? — Нет, игрушечный. — А другие мальчишки ничего не находили? — спросил Олейник. — Не! — Алёшка помотал головой. — Больше никто. Нашли бы, сразу к вам прибежали. За премии. — Вот оно как. На что же вам деньги-то? — На папиросы. — Широко улыбнулся мальчик. — Ну... Старый космонавт огорчённо вздохнул. — Хочешь поглядеть, во что твоя жёлтая куча превратилась? — предложил бородач. — Ага. Олёшка обрадовался. Он, собственно, только за этим и прибежал. — Ну, гляди. И москвич отодвинул полок плёночного шатра. Никакой жёлтой мочалки там уже не было. Алёшка увидел огромный клубок каких-то тёмных блестящих шлангов. Некоторые были толщиной с его руку. Он даже малость отпрянул. Показалось, что вся эта масса тихонько двигается, словно дышит. — Вот так, парень, — сказал москвич. — Смотри, найдёшь чего, сам не лезь. Нас позови. Вскоре учёные уехали. Алёшка залез в реку и обнаружил в своих баллонах полтора десятка отличных пескарей. Тут же им нашлось применение — поджарить на прутики над костром, который очень даже просто развели солдаты. И сами же схряпали рыбёшек, только кости в стороны летели. После этого Алёшка, проявляя недетскую осведомлённость, ответил служивым на некоторые насущные вопросы. Рассказал, что самогонку в любое время можно купить у тётки Миронихи, что ближайшее разливное пиво есть на заправке возле сельхозтехники, и что дискотеки по пятницам и субботам проходят в соседнем посёлке, до которого всего час ходьбы. Приезд начальства Егорыч прозевал. Поскольку два дня был в командировке в областном центре, принимал после капремонта зернопогрузчик. Вернувшись домой, он уже от дороги заметил, что во дворе происходит какой-то непорядок. Он бросил взгляд на амбар и ужаснулся. Строение стало каким-то уродливым, скособоченным, словно сдерживало натиск урагана. Егорыч бросился было к сараю, но вдруг замер на месте. Земля, она как-то не так ответила на поступь его ног. Родной старый двор, тысячи раз перехоженный во всех направлениях, знакомый до каждой ямки, утоптанный до каменной твёрдости, вдруг начал качаться под ногами. Может, показалось? Егорыч для пробы переступил с ноги на ногу. Нет, определённо с землёй творилось что-то не то. Ноги привыкли за много лет к совсем другим ощущениям. Сердце начало ненормально сильно колотиться. Егорыч растерялся, как птица, которая почувствовала, что в её отсутствии кто-то побывал в гнезде. Осторожно переступая ногами, он добрался до сарая, распахнул дверь. И в следующий миг сдавленно вскрикнул от ужаса. Пол был вздывленным. Повсюду топорчились выломанные доски. Из огромных щелей, появившихся в стенах, бил свет. Даже потолок прогнулся внутрь. «Разорили!» — прошептал Егорыч. «По миру пустили курвы. Да что же это творится? Да что же они позволяют-то?» Он всё же нашёл силы приподнять одну из поломанных досок и заглянуть в подпол. Когда глаза привыкли к полумраку, он испугался ещё больше. Всё пространство под амбаром занимало мешанина каких-то шлангов или канатов толстых, угрожающих тёмных, перепутанных, как клубок ниток. Егорыч тронул один из канатов и тут же отдёрнул руку. Ему почудилась лёгкая дрожь. Вообще, из-под пола исходила неясная гнетущая волна, словно тёмные силы свели себе гнездо под амбаром. Хотелось скорее выбраться на свет и держаться от этого места подальше. Егорыч выскочил на улицу и, недолго думая, помчался на луг. «Разорители!» — закричал он, едва показавшись в лагере учёных. «Что же вы творите, а? Под суд! Всех под суд! За что трудовому человеку такая подлость? За что, курвы?» Его окружили встревоженные незнакомые люди, спросили, что случилось. «Что случилось?» — Егорыч аж затрясся. «Они ещё спрашивают!» «Никакого житья нет от ваших опытов! Они ещё спрашивают!» «Найду правы! Всех под суд!» Его ещё раз настойчиво спросили, что произошло. «А вот я сейчас покажу, что произошло!» — прокричал Егорыч, и тон его ничего доброго не предвещал. Все пошли смотреть. По пути увязались и несколько поселковых. Двор Егорыча заполнился чужими людьми, которые бесцеремонно ходили по его земле, осматривали, замеряли, вслух изумлялись. Егорыч с женой стояли на крыльце с испугом, наблюдая, как разваливается их родовой покой, который образовывался годами. Ничего хорошего они не ждали. Даже куры присмирели и помалкивали под кустами смородины. «Надо разбирать твой сарай, дядя!» — сообщил один из москвичей. «Курва!» — процедил Егорыч. «Под суд!» Но мешать не стал. Он уже понимал, что сам с такой бедой не справится, а люди хоть посочувствуют. Из лагеря приехала машина. Застучали топоры, завыла бензопила, завизжали выдираемые гвозди. Односельчане, что собрались за калиткой, молча глазели на Егорыча. Иные взгляды были такие, будто он стоит не на пороге дома, а на табуретке под веревочной петлей. Чувство непоправимой беды сдавило горло и сердце. Мешая дышать и говорить, на глазах просились слезы. Вскоре стало ясно, что под амбаром, от которого теперь почти ничего не осталось, притаилось целое скопище темных перепутанных канатов. Из разговоров Егорыч понял, что они уходят под землю, тянутся на многие метры, опутывая все вокруг. И убрать эту заразу одним махом невозможно. А затем к нему приблизился один из чужаков, закурил, небрежно кинул под ноги смятую пачку и сказал. «Плохие дела, батя. Эта штука, она везде. Разрослась по всему твоему двору и дальше будет расти. Не знаю, когда мы ее выковырнем. Утром обещали экскаватор подогнать». «И что?» — глухо проговорил Егорыч. «А что? Лучше, батя, если ты разберешь дом и перенесешь на другое место, пока он сам не рухнул. Если успеешь. А то он, как и сарая, того». «Чего того?» — зарычал Егорыч, сжимая кулаки. «Ага. И вообще, переночевали бы вы сегодня у соседей от греха?» «Господи!» — прошептала побледневшая супруга. «Да, такие вот дела!» — вздохнул чужак. Егорыча душили и страх, и злость, и обида. Он даже не заикнулся про ущерб, хотя об этом ему и следовало сейчас подумать. Он только кусал губы и хрустел пальцами, поток проклятий так и рвался наружу. «Раньше надо было сообщить!» — развел руками москвич. «А теперь что ж?» Егорыч не пошел ночевать к соседям. Работы в его дворе продолжались всю ночь. А он так и сидел на крыльце, не сомкнув глаз. Сидел, хотя усталость валила с ног. Сидел и прислушивался, как тихонько вздрагивает и шевелится под ним земля, как помаленьку оседает и корежится родимый дом. На следующий день после полудня в поселке увидели Севу, как всегда бодрого и деловитого. На плечи у него висело новенькое помповое ружье со складным прикладом. Свидетелями его появления стали трое мужиков, которые стояли, подперев магазин, курили папиросы и распивали одну бутылку пива на троих. Сева зашел в магазин, купил сигареты, бутылку газировки. Вышел на улицу, закурил. «Пойду поохочусь», — сказал он, уловив пристальные взгляды мужиков. Те не ответили, молча проводив его взглядами. Минут через пять один из них, кубообразный Степа Баррикет, раздумчиво проговорил. Любопытно было узнать, на кого. «Да последний заяц еще при колхозах удобрениями травился», — согласился его товарищ. «В позатам году у бабки-жучихи свинья в лес убежала», — добавил третий. «Может, словит ее, дикую». После этого они допили бутылку и пересчитали оставшуюся наличность. С учетом освободившейся стеклотары, которую можно было здесь же сдать, хватало еще на одно пиво и пачку папирос. Они еще некоторое время стояли у магазина, курили, бережно отпивая из бутылки и роняли всякие малозначительные фразы. И вдруг раздался выстрел. «Гля, уже шмаляет». «Рядом где-то, прямо за рекой. Пожалуй, стадо увидел». «Ясное дело, перепугался, городской же человек». «Вот же чё дело, даром, что ружье хорошее». «Дрянь это они ружье. Я помочиться дальше могу, чем оно стрельнет». Снова раздался выстрел. И сразу же еще один. Это прозвучало уже как-то тревожно. Мужики даже отклеились от стенки магазина и посмотрели в сторону реки. Ничего они, конечно, не увидели. «Не пойму я», — нахмурился Степа. И опять раздался выстрел. «Слышали? Вроде крик». «Да надо бы это, сходить что ли, поглядеть, а то...» Вся троица поспешно направилась к переправе. По пути было слышно еще три выстрела, и это помогло не ошибиться в направлении. За мостом стало ясно, что пальба ведется в ельнике, нависающем над спуском к реке. Больше было негде. Ребята прибавили шагу и вскоре отчетливо услышали «помогите». Тогда они, не сговариваясь, перешли на бег. «Клещи его там заели, что ли?» — бормотал Степа. Они ступили в черно-зеленую еловую гущу и пошли дальше, отодвигая с пути тяжелые ветви. Очередное «помогите» раздалось уже совсем близко. Степан увидел Севу первым. Увидел и встал, как вкопанный, тараща глаза. «Вот же чудило!» — только и смог выговорить он. Его товарищи, заметив Севу, сказали приблизительно такие же слова. «Сева висел в метре от земли на каких-то лианах. Несколько молодых пышных елок оказались опутаны толстыми тускло-блестящими стеблями, сходившимися у земли в единый мощный ствол. В этих стеблях и завис Сева, беспомощно дрыгающий конечностями и кричащий о помощи. Ружье уже валялось внизу, рядом краснели цилиндрики стрелянных гильз. «Ну ты попал!» — с чувством проговорил Степан, делая попытку выдернуть москвича из растительного плена. «Глядите, сами не попадите!» — ответил тот, приободрившись при виде спасателей. «Да мы уж не попадем, не волнуйся! Это только вы попадаете!» «Как же так угораздил! Это ж уметь надо!» Между тем попытки вызволить Сева успеха не принесли. Два мощных стебля перехлестнулись у него через туловище от пояса к плечу, еще один обвил ногу. Десятки более мелких опутали руки и ноги, заползли в карманы жилетки, уцепились даже за ремень джинсов. Сева свободной рукой вытащил из футляра свой нож и попробовал пилить, но тщетно. Мужики облились тремя потами, пока не осилили задачу. Пока двое оттягивали стебли в стороны, Степан по частям освобождал пленника, выдергивая из-за подни то руку, то ногу. Наконец Сева вывалился из паутины, упал на землю и некоторое время лежал, нервно дрожа. «Вставай! Чего разлегся?» «Нет, ты скажи, зачем ты туда вообще полез, обезьянья твоя душа!» «Я не полез!» — проговорил Сева, переводя дыхание. «Я подошел посмотреть, что тут за джунгли выросли. Пока смотрел, одной ногой зацепился, другой запутался. Гляжу, а я уже повис. И никуда! Лучше вы расскажите, что у вас за кусты такие растут, что людям пройти нельзя!» «Кусты, как кусты, не хуже, чем у вас в Москве!» «Вообще-то я таких не видел еще!» Осторожно проговорил один из мужиков. Все замолкли и еще раз посмотрели на захлестнутые лианами елки. И поняли, что действительно никто не видел ничего подобного. Пучок, из которого тянулись темные упругие стебли, был толще и мощнее, чем все растения вокруг, включая деревья. Он словно бы верховодил над ельником, захватив его в свою власть. Мужикам стало неуютно. «Пошли отсюда, а!» «Да уж, пошли!» Все четверо зашагали прочь от странного места, постепенно набирая темп. И вдруг позади раздался оглушительный треск. Сева сорвался, пробежал метров десять, лишь затем остановился посмотреть. Земля ходила ходуном. Лианы скручивались, сползались к центру, ломая толстенные еловые ветви. Со стороны казалось, что весь этот участок леса накручивается на шнек мясорубки. Мужики, ошеломленно вскрикивая и охая, начали пятиться. С пушечным грохотом переломилась пополам толстенная елка. Земля вспухала, покрывалась трещинами. Из нее ползли и ползли могучие грязные корни. «Уходим!» — пронзительно крикнул Сева. Все, как по команде, рванули капушки. Миновали ее, не останавливаясь, выскочили на пологий склон берега. Лишь здесь остановились и обернулись. В ельнике не прекращался хруст и треск. Верхушки из самых высоких деревьев раскачивались в разные стороны. Отсюда казалось, что через лес движется великан, раздвигая путь могучими лапами. И вдруг все стихло. Только потревоженные птицы истерично голосили и метались в небе, да где-то стонала беспокойная корова. «Ну вот чего? Куда теперь?» — сдавленно проговорил Сева. «Не знаю, куда ты», — сказал Степан, в упор посмотрев на москвича. «А мы нервы лечить». «Вы чего?» — встревожился Сева. Взгляд Степана был уж слишком многозначительным. «А чего?» — «По-моему, с тебе причитается». Он протянул широкую, как лопата, ладонь. «А, ну да, ну да!» Сева поспешно залез в карман, выгреб горсть купюр и, не считая, положил на ладонь лопату. «Ай да, мужики, за микстурой!» — улыбнулся вмиг подобревший Степан. К вечеру Ленечка выкусь-накусь ждал гостей. У москвичей возникла проблема — хорошенько пропечь старого космонавта-олейника в баньке, дабы избавить хоть на время от радикулита. Само собой, все указали на Леньку, у которого была лучшая в поселке баня. Большая, новая, пахнущая дымом, свежим деревом и чем-то еще, от чего сладко хватает сердце и делается хорошо на душе. Гендес, уже твердо взявший на себя добровольные обязанности сотрудника по связям с общественностью, протянул Ленечке несколько денежных бумажек, завернутых в платок, и наказал. «Сделай уроди банкета. Деньги общественные, извиняюсь, специально выделены». Ленечка некоторое время ходил с этими деньгами, не зная, на что их употребить. Все продукты были свои — и сольение, и кровяная колбаска, и картошка, и самогон. Хотя самогон, пожалуй, не вписывался. Ленечка сходил в магазин, где имелась водка и коньяк. Он раздумчиво побродил вдоль прилавка, прикидывая, сколько бутылок брать, как бы не ошибиться. Наконец взял из расчета бутылка на двух человек и одна запасная, чтобы потом не бежать. Кроме космонавта в баньку был приглашен, естественно, Гендес, а также несколько мужиков, которых не стыдно было усадить на одну лавку со знаменитостью. Список приглашенных Ленечка составлял очень придирчиво, и даже нажил на этом несколько врагов. Ясное дело, всем хотелось попариться с тем самым олейником, послушать разговоры, всякие новости, да мало ли что. Еще Ленечка позвал соседку, вдову Варвару. Не париться, конечно, а помочь собрать в саду столик, за которым вся компания могла бы посидеть после парилки. К девяти стали подтягиваться участники мероприятия. Пришел Изя, которого считали ученым, поскольку он был когда-то женат на учительнице. Затем появился Веня Марафетт, большой специалист по разным банно-лечебным процедурам. Вслед ему притопал с дальнего конца поселка Ледоколыч, бывший инженер корабельной верфи. Несколько лет назад он сбежал в сельскую местность от стервозной жены и тещи, да так и прижился тут. Космонавта привезли на машине. Парня, который сидел за рулем, тоже пригласили в компанию, но тот от чего-то отказался. Мужики рабели в присутствии Олейника, хотя тот был просто обыкновенен, как любой из них. Он неторопливо поздоровался с каждым, затем присел под яблонью, умиротворенно поглядывая вокруг. «Надо бы тяпнуть по маленькой», — тихо предложил Изя Ледоколычу. И виновата добавил, как бы для начала разговора, понимаешь? «Надо бы», — туманно согласился Ледоколыч, почесав затылок трубкой. Но так ничего и не предпринял. Наконец Ленечка позвал всех в парилку. На первом заходе стало ясно, что космонавт прекрасно во всем разбирается. Как по бокам венечкам пройтись, какого настоя плеснуть на камни, чтобы сделать в воздухе приятный аромат. Позже, когда языки у мужиков оболтались и все дули квас в предбаннике, мало-помалу завязался разговор. «Домашний квас-то?» — спросил Олейник. «Давно такого не пробовал». «После бани лучше квас, чем пиво», — сказал Веня, подняв палец. «Оно для печени лучше. Пиво можно в любой момент принять, но сейчас надо квас. На орбиту пиво брать разрешают?» — поинтересовался Ледоколыч, прочищая пальцем свою трубку. «Ну, не то чтобы разрешают», — пожал плечами Олейник. «Был и ребята коньяк с собой привозили». «А чего ж?» — проговорил Веня. «Их и не обыскивают, когда летят?» «Нет, не обыскивают», — рассмеялся Олейник. «Немного личных вещей брать можно». «А страшно в космосе-то?» — подал голос Ленечка. «Как сказать, домой очень хочется. С орбиты и все видно. Можно даже свой дом в телескоп увидеть. Зато когда прилетаешь, тогда полный отходняк. Ага», — предположил Ледоколыч. «Когда прилетаешь, тебе тяготение так плющит, что ни о чем не думаешь поначалу», — печально улыбнулся космонавт. «Это только по телевизору мы улыбаемся, а в жизни нелегкие это минуты». «А я слыхал, что когда Гагарин прилетел», — таинственно проговорил Веня, «его на носилках унесли». «Ну, положим, Гагарин не так долго летал, чтобы его на носилках уносить», — ответил Олейник. «Хотя там случай был особый. Первый человек в космосе, первый раз. Мало ли что с ним там стало». «Да брехня!» — наконец вступился в разговор Изи. «Я другое слыхал. Гагарин на поле упал, а там люди работали, подумали шпион, да и поперли на него с вилами. Он им товарищ, я Гагарин. Да какой там? Хорошо вертолеты подлетели и еле отбили от колхозников». Космонавт на эти слова рассмеялся, но ничего не сказал. Гендас охотно подхватил смех, по-свойски поглядев на Олейника, мол, дикие люди, чего с них взять? Как ни крути, а земные проблемы волновали мужиков поболее, чем космические. Каждому интересно было развеять туман вокруг таинственных метеоритов, наделавших столько переполоха. Но впрямую спросить не решались, вдруг военный секрет. Первым не выдержал Ледоколыч. Он вынул изо рта трубку, которую так и не решился запалить, и осторожно спросил. «А вообще вы тут надолго обосновались?» «Может, и надолго», задумчиво ответил Олейник. «А что, сильно помешали?» «Да не», безразлично ответил Ледоколыч, рисуя трубкой круги на столе. «Просто народ волнуется, у Егорыча сарай развалился, а у других, между прочим, тоже сарай имеются. А тут, понимаешь, камни на голову сыплются. Да и что за камни такие, что корни пускают?» «Вот-вот», присоединился Изя. «Люди-то беспокоятся, оно понятно, вы москвичи, вам неинтересно какого-нибудь трактористу сложные вещи растолковывать?» Генда столкнул Изю локтем и одними губами произнес какое-то неслышное, но зверское ругательство. «Растолковали бы, если б сами знали», вздохнул космонавт. «А знаем мы очень мало». «А вы мало и расскажите», изрек Веня. «Нам многое и не надо, мы люди простые». «Хорошо», — легко согласился старый космонавт. «Секретов тут никаких нет, а если и есть, мы и сами их не знаем. Засекли эти штуки еще в космосе. Сначала думали, большой метеорит движется. Честно сказать, даже беды ждали, взрыва, пожара. Обошлось. Более того, оказалось, никто этого метеорита и не заметил, да еще и гроза небо закрыла. Выехали на поиски, поспрашивали, никто ничего не знает. «Солдат на прочёску пустили. Все бесполезно, пока вот до вас не добрались. Ну, дальше вы сами знаете». «Да ничего мы не знаем», — развел руками Веня. «Что за камни? Почему с корнями?» «Пока можем только догадываться. Это, конечно, не камни, а полноценная органическая жизнь. Это или споры, или яйца, или семена». «Хе, а зимые?» Тихонько выдавил Изя, за что тут же получил от Гендеса тычок локтем. «Откуда они, сколько веков летят, не знаю», — продолжал Олейник. «Может быть, миллиарды лет. Упали, почувствовали тёплое солнце, воду, плодородную землю и раскрылись. Выпустили корни, присосались к земле и начали тянуть соки, расти, крепнуть, сарай людям ломать», — буркнул Ледоколыч, загодя, отодвинувшись от Гендеса. «Я думаю, легко ещё отделались», — ответил на это Олейник. «Так выходит, что это вроде деревьев?» — уточнил Веня. «Деревья или животные или ещё что-то сказать трудно», — покачал головой Олейник. «Мы такого ещё не видели и не знаем, какие формы жизни есть во Вселенной. Главное, что жизнь есть». Он вдруг замолк и вроде как померк глазами, но потом вернулся к разговору. «Изучаем, работаем, ищем ответы». «Вы уж получше изучайте», — с беспокойством проговорил Лёнечка. «Чтоб точно знать, а может, они не только сарай ломают, может, от них телята трёхголовые рождаться начнут, или там поросята восьмиголовые». «Во-во», — добавил Веня. «Или куры шестикрылые». «Точно», — присоединился Изя. «Или кони с двумя хвостами». «Будем работать», — сказал Олейник. «Не знаю, как насчёт куры и коней, а непонятного в этих, как вы говорите, камнях много. Растения или животные? Видели, какая мягкая почва становится там, где они раскрылись? А они всё, что можно, из неё вытягивают, а затем на другое место переползают. Вот ещё пример. С их массой они должны были при ударе на много метров в землю зарыться или, скорее, взорваться, как бомбы. А они на поверхности лежат, целёхонькие. Значит, есть какая-то система торможения. Какая, спрашивается? А вот ещё факт. Их засекли в районе орбиты Марса, и по расчётам на Марс они и должны были упасть, притяжение. Но почему-то пролетели мимо, и даже траектория не искривилась. Почему? Как? Страсть-то какая! Нахмурился Веня. И всё на нашу голову. За что, спрашивается? А может, просто повезло? Улыбнулся космонавт. Может, важнейшее открытие века на ваших глазах совершается? Все замолчали, задумались. Но пошли на второй заход, засуетился вскоре Лёнечка. Вы идите, а я в садике минутку посижу, сказал олейник. Что-то голова кружится. Старенький космонавт стал. Вздохнул Ледоколыч, когда олейник вышел. Слабенький, голова вон уже кружится. А что ты хотел? Сказал Гендес. Там же невесомость была, всякая еда, извиняюсь, из тюбиков. Это у нас тут и баньки, и огурки с помидорками, и, извиняюсь, воздух свежий. Честно говоря, произнёс Ледоколыч, никак не припомню, куда он летал. Раньше бывало чуть не каждый день по радио олейник, олейник. Всё, он куда-то возвращается, месяц остался, неделя осталась. А как вернулся, что-то и перестали совсем о нём вспоминать. Я, извиняюсь, тоже подзабыл, признался Гендес. Я только знаю, что уже больно долго он летал. Лет пятнадцать или поболее того. Пятнадцать! Присвистнул Изя, почесав щетину. За пятнадцать куда хочешь, можно долететь, хоть до Марса. Да не! С сомнением качнул головой Веня. Припоминается, дальше он летел, чуть ли не в какую-то галактику. Оно и понятно, почему у него голова кружится. Подвёл итог Гендес. Олейник, тем временем, обернувшись в простыню, вышел в сад и присел там на чурбачок. Он вдруг увидел Варвару, которая накрывала стол под яблонями, и по-городскому смутился своего вида. «Сидите, сидите!» успокоила его женщина. «Хотите, квасу принесу?» «Если не трудно», улыбнулся космонавт. Варвара подала ему большую малированную кружку с пузырящимся квасом, а затем и сама присела неподалёку передохнуть. «Хорошо у вас», сказал Олейник, обведя взглядом зеленеющий сад. «Спокойно, так, по-доброму. Я и сам ведь деревенский, только так давно это было. Сейчас вот гляжу, будто сон какой-то вспоминаю». Варвара усмехнулась. «Вы все приезжие говорите, что хорошо. День хорошо, два хорошо, а через месяц не знаете, как отсюда сбежать поскорее. Наш уклад лентяев и птичек перелётных не любит». «Верно, вздохнул космонавт. «А я, по-вашему, кто лентяй или птичка перелётная?» «Нет, зачем так?» смутилась Варвара. «А вы правда тот самый космонавт, который...» «Правда, правда», ответил Олейник, устало махнув рукой. «Тот самый. Сейчас, наверное, будете спрашивать, страшно ли там было?» «Пожалуй, не буду», сказала Варвара, и вдруг какая-то хмурь послышалась в её голосе, словно давняя печаль проснулась. «Я не боюсь, и одну беду в нём вижу». «А почему же сразу беду?» осторожно спросил Олейник. «Так ведь двоих у меня небо забрало. Сначала сына, а через два года и мужа. У меня ведь сын тоже летал, и в космический отряд его пробовали, только не взяли. У него зубов двух не было, в детстве клюшкой выбили. А там надо, чтобы все зубы на месте стояли». «Разбился?» «Разбился», кивнула Варвара, не став объяснять, как и где это произошло. «А муж?» «А муж после похорон сдал. Сердце плохое стало, два года промаялся, а потом муж... Но я его тоже насчёт неба записала». Они помолчали, вспоминая, переживая каждой своё. Что мог сказать старый космонавт этой одинокой печальной женщине? Он много знал хороших и крепких ребят, которые уходили, мало что успев сделать. «Ничего не попишешь, всех не убережёшь». В какую бы стихию не бросал себя человек, ему приходилось платить ей страшную дань, отдавая жизни лучших. Привыкнуть к этому нельзя, смириться тем более. И поэтому старый космонавт не пытался успокоить женщину, зная, что любые слова здесь останутся всего лишь словами. «И всё-таки хорошо у вас», опять заговорил он, обрывая грустное молчание. «Что бы вы про нас, приезжих, не говорили, а иногда хочется бросить всё и остаться жить здесь». «А вы и живите», неожиданно ответила женщина. «Если сердце зовёт, приезжайте и живите. Дело найдётся, и люди вас примут. Хороший человек везде может сгодиться, не только в космосе». «Да какой мне теперь космос?» С печалью усмехнулся олейник. «Это так, нашли для старика должность, вроде рядом с ракетами, чтоб на пенсии не скучал». «Тем более приезжайте, у нас никто не скучает, скучать некогда. Всё-таки на земле работаем». «Это верно», сказал олейник. «Всё дело и вся суть в земле. В какие далее не улетай, как высоко не поднимайся, но всегда надо возвращаться к ней, а иначе зачем летать?» Как назло, это был единственный ключ нужного калибра, и именно он сломался, попав под колесо погрузчика. Ведьку ничего не оставалось, как отправиться на поиски обрезка какой-нибудь трубы, которым можно нарастить сломанный инструмент. Он зашёл в мастерские, где, подобно музейным скелетам, покоились останки исписанных машин. Сюда обычно сбрасывали всякое барахло, и наверняка где-нибудь валялся и обрезок трубы. Витёк походил вдоль старых рам и кузовов, пошуршав в куче более мелкого лома, но ничего подходящего не присмотрел. Тогда он запрыгнул в кузов древнего зила, нашедшего свою смерть на перевозке химических удобрений. Здесь имелась немалая куча разных слесарных отбросов. Витёк и здесь не нашёл себе трубы. Зато нашёл другое. В самом углу, разбросав кучу стальных опилок, устроился тёмный шар с неровными, словно бы обглоданными боками. Витёк глядел на него с минуту, пока не убедил себя, что действительно перед ним лежит шар, что он не укатится, не исчезнет, что его можно потрогать и даже забрать отсюда. Последнее казалось нелёгким, шар был чудовищно тяжёл. Витёк едва смог оторвать его от опилок, после чего решил просто катить. Шар упал с кузова, оставив впечатляющую вмятину на старом асфальте. Витёк огляделся, вокруг никого не было, только гнилые грузовики таращились глазницами выбитых фар. Тётка рассудила бы, что проще вызвать учёных сюда, чем наоборот тащить к ним шар. Витёк тоже нашёл это справедливым. Он набросал несколько слов на бумажки и, скрепив её булавкой, отдал попутному водителю, чтобы тот передал в стан москвичей. За шаром почему-то приехали только вечером. Как назло, снова это были Матвей и Сева, которые при виде бесстрастно спросил Матвей, облокотившись о дверь уазика. В картошку поедем или в овёс? Витёк некоторое время соображал, чтобы такое ответить, но ничего не придумал. Тётка обязательно что-нибудь сказала бы, а ему не удалось. Он просто поманил москвичей за собой и пошёл за мастерские. Вот! Он откинул железный лист, под которым замаскировал свою находку. Ага! Выдохнул Матвей, присаживаясь перед шаром на корточке. Витёк с торжеством понял, что на этот раз не промахнулся. С большим трудом они погрузили шар в машину и та резво понеслась на луг. Витька москвичи посадили с собой, ему полагалось получать награду. По приезде он долго ходил от палатки к палатке, искал какого-то Мирзаяна, потом какого-то Абрамыча, пока, наконец, незнакомый маленький человек с железными зубами не отсчитал ему несколько бумажек. Витёк вышел от него довольный и успокоенный. Он считал, что теперь даже тётка не найдёт, что съязвить. Неподалёку он заметил Матвея, который покуривал, сидя на пластиковом бочонке. — Ну как? — спросил Витёк, присаживаясь на другой бочонок. — Разобрались с камнем, поглядели, что у него там. — Смотрят, скучно ответил Матвей. Они некоторое время сидели, молча и курили. Витёк щупал в кармане купюры и обдумывал предстоящие траты. Надо бы, думал он, купить тётке точильный брусок, а то она вон точит ножи об улыжник, которым придавливает капусту. Вскоре из-за палатки появился Сева и тоже присел рядом. На нём был теперь просторный белый комбинезон, на шее болтались очки и респиратор. — Ну? — спросил Матвей. — Органика, сказал Сева. — Мономолекуляры очень плотные, всё спрессовано, как полотенце в таблетке. Сверху-то одни агарки, а дальше... Сейчас будем бурить. Ищут бор с алмазом, очень твёрдая штука. Пойдёшь смотреть? — Да нет, посижу тут. Витюк понял, что ему эти разговоры ни к чему. Он поднялся, тщательно раздавил окурок и проговорил. — Если найду ещё сообщать... Он повернулся и не торопясь зашагал к посёлку. Он уже почти миновал лагерь и мысленно был дома, хвастаясь тётке премией, как вдруг произошло нечто чрезвычайное. Сначала раздался грохот, настоящий взрыв, от которого дрогнул воздух. За ним последовала мгновенная тишина, во время которой Витюк лихорадочно соображал, в какую сторону удирать. И лишь затем мягкий вечерний полутон разодрали людские крики. Все бежали к центру лагеря. Витюк, как тугая струна, несколько секунд колебался, а потом побежал вместе со всеми. События разворачивались вокруг большой белой палатки, где происходило исследование шара. Палатка напоминала цирковой шатёр. У входа в шатёр стоял Сева. Он, растопырив руки и выпучив глаза, пытался куда-то бежать, но за ним, обвивая ноги, тянулась из палатки какая-то жёлтая борода. Севу окружили переполошенные люди, подхватили на руки и освободили от бороды. Витюк, прибежавший почти последним, подпрыгивал за чужими спинами и ловил обрывки разговоров. Собственно, ничего, кроме обрывков, услышать было нельзя. Сева беспорядочно кричал, его, видимо, контузило, и он не слышал сам себя. Наконец, слова начали складываться в какие-то фразы. «Только закрепили, включили станок, ещё и сверлить-то не начали, только бором чуть коснулись, оно как шарахнет, как подпрыгнет, как полезло это мочало. Васька, Васька, где?» вопрошали люди. «Да Васька выскочил, другого придавило, местного, который с рукой забинтованный, надо вынимать, пока жив». Витька вдруг прошиб холодный пот, ведь это он навёл учёных на опасную штуку, которая взорвалась и придавила Гендеса. Тётка непременно сказала бы, что... «Да что тётка? Ноги уносить надо». Он вжал голову в плечи и начал тихонько отходить назад. Развернулся и скачками побежал в посёлок, опасаясь, что сейчас его окликнут, поймают, набьют морду и отберут деньги. Поэтому он не увидел, как огромный спутанный клубок разорвал стену шатра и вывалился на улице, распугав людей, как покатился к краю луга и мягко шлёпнулся в воду, быстро погрузившись. И сколько ни искали москвичи Гендеса среди остатков шатра и обломков оборудования, так и не нашли. Как водится, беда пришла не в одиночку. Ночью Егорыч вдруг почуял какую-то тревогу. Он уже остерегался ночевать в своём доме, где расположились и творили свои неведомые дела столичные учёные. Его с женой пока приютили соседи, у которых пустовал летний домик в саду. Среди ночи Егорыч чего-то проснулся. То ли сердце ёкнуло, то ли воздух дрогнул, а может и какой сверхъестественный сигнал свыше. Он не знал откуда это. Он только открыл глаза и в ту же секунду понял. По его душу пришла беда. И тут же застучало сердце, задрожали пальцы и расхотелось спать. Егорыч вскочил и на ходу одеваясь побежал к дому. В свете луны ему открылась картина, заставившая его остановиться с раскрытым ртом. Дом был на месте. Стоял покой, стрекотали кузнечики, издалека доносились редкие птичьи вскрики. И лишь одно нарушало состояние обыкновенности мира и благодушия. Огромная черная вся кривая коряга, нависшая над двором. Ни дерево, ни видение, ни причудливая ночная тень напугали Егорыча. Все деревья и тени здесь он знал по пальцам с роднего деда. Блин. Нечто чужое образовалось в его дворе, как раз на том месте, где прежде стоял сарай. Шаг за шагом, хоть и было невыразимо страшно, Егорыч стал приближаться. Непонятная пугающая штуковина все более нависала над ним. Она была словно света из сотен больших и маленьких труб, переплетенных единым канатом. Вверху эти трубы расходились уродливыми лапами, как сучья замшелого колдовского дерева. Правда, в поселке не нашлось бы ни одного дерева такой чудовищной высоты, да и во всей округе. Видал чего? Раздался вдруг голос из темноты. Егорыч шарахнулся было в сторону, но узнал одного из молодых ученых, которые теперь днем и ночью дежурили в его дворе. Это зачем мне такое? выдавил Егорыч. Он не знал, что говорить, как себя вести и чего теперь ожидать. Чуть ли не в полчаса поднялась, проговорил ученый. Поползла как из мясорубки и вся крутится, скрипит, сучьями машет. Сейчас угомонилась малость. Они стояли вдвоем и разглядывали чудовище, пока из-за поворота не блеснули фары. Из лагеря прибыла подмога. Еще сонные, но уже взбудоражные москвичи высыпали из кабины, замахали фонарями, заговорили короткими непонятными фразами. Кто-то истошно звал кого-то по радиосвязи, кто-то лишь матерился с испугом и восхищением. Более всего она напоминала обрывок размочаленного железного троса, торчащего из земли. Единственное, трос не мог сам шевелиться, а эта штука вроде... Через минуту Егорыч понял, что не ошибся. Это сначала ему показалось, что лапы сучья колышет ночной ветер. Теперь же стало ясно, чудовище шевелится само по себе. Гнется, извивается, вытягивает в стороны щупальца, будто ищет, откуда выдернуть себе жертву. Прошло еще некоторое время, подгомон бестолковой ученой братьи, и случилось то, чего Егорыч подсознательно ждал и боялся. Чудовище сдвинулось с места. Сначала накренилось, затем раздался оглушительный треск, оно выдирало из земли свои корни. Треск сменился противным скрипом, видимо, гигантские сплетенные стволы терлись друг о друга. И вот оно двинулось. Егорыч жалобно вскрикнул. Все вокруг вскрикнули, но никто не услышал другого. Егорыч вдруг показалось, что все это немыслимое образование валится прямо на него. Он даже не заметил, что ствол задел угол избы и вырвал несколько бревен. Дом сразу осел, перекосился, зазвенели стекла. Егорыч уже удирал со всех ног. Он бежал и боялся, что медленно бежит. Он думал, что своими движениями только привлечет внимание монстра и может лучше просто спрятаться, затаиться, затихнуть в укромном уголке. Ну, какое дело этой исполинской ходячей коряги до маленького испуганного человечка в мятой рубашке и кедах на босу ногу. Он быстро обессилел и, наконец, упал за колодцем, дрожа и всхлипывая. Он слышал дьявольский скрип, который все приближался. А потом стали слышны другие звуки. Хлопали двери, голосили бабы, трещали заборы, надрывались осатаневшие собаки. И, наконец, Егорыч увидел чудище вблизи. Он решился открыть глаза и маленько высунуться из-за колодца, а когда сделал это, едва не закричал в голос. Оно ломилось наискосок через дворы, все снося на своем пути. У него не было ног, оно само было огромной своей частицей. Раскачивался из стороны в сторону могучий ствол, змеили, сибили по пыльной дороге длинные гибкие стебли, рассекали воздух сотни или тысячи более мелких стебельков. Шум, треск, крики и плач не прекращались еще долго. Со времен войны поселок не переживал такой страшной ночи. Утром народ впервые за много лет дружно не вышел на работу. Еще толком не расцвело, когда почти все собрались на лугу в лагере ученых и подняли шум, слышный на многие версты. В поселке остались только дряхлые старики, которые не могли ходить. Да еще Ленечка выкусь-накусь, так мучившийся с похмелья, что не заметил бы и конца света. Да еще продавщица Валентина, она сидела на развалинах магазина, перебирала изувеченные консервные банки, разодранные мешки, битые бутылки и говорила с сумасшедшими нотками в голосе. И что же это? Мне за все отвечать? Мне за все платить? Оно и гречку поело, и хлеб, и водку выпило, а мне возмещать? Все остальные были на лугу, включая грудных детей и даже собак. Все, кроме детей и собак, требовали от ученых ответа за те жуткие события, что произошли ночью. Впереди толпы, как знамя народного гнева, трепетал Егорыч, первым пострадавший от нашествия метеоритов. Ученые сами были бы рады у кого-нибудь потребовать ответа, поскольку ничего не понимали. Две машины колесили сейчас вокруг поселка, пытаясь найти шагающего монстра. Никто не видел, куда он в конце концов подевался. Можно было только догадываться, каких жутких злодеяний он мог сейчас натворить. Тем более многие слышали, он выпил всю водку в магазине у Валентины. Хотя местами и вспыхивали локальные перебранки, другопашно дело не доходило. Людям больше нужны были решительные действия или на худой конец слова. Ученые братья же отвечали с жалобным блеянием, которое вызывало только новые приступы раздражения. Немного поодаль выстроились солдаты. Молодой чтобы не настала минута, когда придется отдавать приказ и вклинивать своих бойцов в клокочущую толпу. Потом в тумане раздался шум подъезжающих машин. Появился оленек, он при помощи своего водителя забрался на какой-то ящик и поднял руку. Люди хоть неохотно, но притихли, сказался авторитет старого космонавта. Он выглядел осунувшимся и расстроенным, однако решимости в его глазах было чуть больше, чем у коллег. Беда, сказал он, сам вижу, что беда и хорошо вас понимаю. И еще понимаю, что коль назвались мы учеными и военными, то должны вас по мере сил оберегать. Не уберегли. Простите, если можете. Он говорил негромко, но народ его слушал. Кричать на пожилого человека было уж как-то неловко. Мы тут посмотрели, посчитали, людских жертв за ночь вроде нет. Продолжал космонавт. Хотя один из ваших и пропал без вести, считать его погибшим мы пока не имеем права. А вот нечего было носовать, куда не следует. Тихо буркнул кто-то в толпе насчет Гендеса. А ущерб? Осмелился подать голос Егорыч. И тут же толпа поддержала его сдержанным гулом. Многие в эту ночь лишились дворов, лишились целостности домов, сараев, заборов. Что до ущерба, то хочу вас успокоить, сказал Олейник. И вас, товарищи, всех остальных. За неделю вопрос будет целиком решен. Средства на ремонт строений выделит областной фонд чрезвычайных ситуаций. Там уже про вас знают. А теперь что касается безопасности. Космонавт остановился, угрюмо задумавшись о чем-то. Люди невольно придвинулись. Сегодня вечером, проговорил Олейник, здесь будет спецкоманда ВВС. И если что-то похожее на сегодняшнюю ночь начнет повторяться, они очень быстро наведут порядок. Это я гарантирую. А доживем до вечера-то, тихо сказал кто-то. В райцентре ждут команды двенадцать больших грузовиков. Случись что, мы вывезем отсюда всех буквально за три часа. Мы бы и раньше вас вывезли, да разве вы поехали. И все же советую быть готовым к эвакуации. Соберите самое нужное. Деньги, документы, вещи теплые. Эти речи малость напугали народ, однако заставили присмиреть и сплотиться. Давно не звучавшие здесь слова спецкоманда эвакуация были тревожными. От них исходило чувство угрозы общей беды, против которой нужно стоять вместе. Тем временем из-за кромки леса вспугнув туман выползло сонное солнце. Мир стал отчетливее, проступили углы дальних палаток, показались кусты и деревья на краю луга. Все как будто приблизилось. И вдруг в толпе кто-то ахнул. Смотрите! Раздался полный ужасов возглас. Люди дружно повернули голову и теперь уже ахнул или крикнул почти каждый. Шагающий многорукий монстр стоял совсем рядом в какой-нибудь сотне шагов. Он выглядывал из тумана, распушив свои щупальца, словно одуванчик. «Вон еще! Еще!» Зазвучали тревожные голоса. По мере отступления утренней мглы стало видно, что целых шесть чудовищ выстроились в линейку вдоль края луга. «По берегу стоят!» определил кто-то. Время шло, чудища не подавали признаков агрессии. Люди потихоньку начали подтекать ближе. Сначала пошли москвичи, и за ними двинулись поселковые мужики, а там и женщины с детьми по шажочку начали подходить, прячась за мужскими спинами. Монстры стояли не на берегу, а в самой реке. Смирная утренняя вода плавно обтекала их. По ней стелились радужные пленки, в которых тускло блестели бока мертвых рыбешек. «Надо ж, какие здоровенные!» роптал народ. «Ясно! Заботавели на наших-то хлебах, а он еще шевелится, не померещилось!» Бородатый москвич Сергеич опустился на корточки, поводил по воде прутиком, затем понюхал его. «Думаю, ил», сказал он. «Их привлек ил, активная органика. Будут стоять, пока весь не сожрут», проговорил Сева, нервно теребя свой бинокль. «Может, и так. Другой вопрос, как быстро они его сожрут, и что будут жрать потом?» Поселковые встревоженно загудели. Витек на правах уже своего человека взял у Сева бинокль и тут же сделал открытие. «А вон тот, какой-то пузатый», заметил он, поглядев через линзы. В самом деле нижняя часть одного из монстров, стоящего поодаль, была раздута. Сергеич, а за ним и остальные подтянулись поближе. «Как беременный?» хмыкнул Витек. «Слышь!» Сергеич прислушался. «Ага, вроде буркотня какая-то». «Оно словно дрожит, вон и рябь по воде идет». «Что-то будет!» дрогнувшим голосом проговорил Сева, отбирая у Витька бинокль и машинально застегивая карманы на своей жилетке. «И, видимо, скоро», подтвердил Сергеич. «Уберите отсюда людей», тихо сказал Олейник командиру. «Бойцов в осыпление». В это время вдруг зашумели мальчишки, которые уже осмелели и разбежались по берегу, швыряя в неподвижных чудищ камешки и палки. «Гендас!» кричали они вне себя от переполняющих чувств. «Там Гендас лежит!» Все взволнованно загомонили, послышались женские ахи. Народ решил, что раз Гендас лежит, то, видимо... Но Гендас был жив. Он, мокрый грязный, спал на куче старых водорослей, подложив под щеку завязанную руку. Его начали хлистать по щекам и кричать на ухо, чтобы просыпался. Наконец Гендас поднял голову и испуганно заморгал. «Что? Где я?» проговорил он с изумлением. «Что с тобой? Где ты был?» наседали на него люди. «А что вы тут собрались?» продолжал удивляться Гендас. «Ты че, не помнишь ничего?» «А что было-то?» испуганно сказал Гендас и потер лоб. «Что мы хоть, извиняюсь за выражение, пили?» Старый космонавт отошел в сторонку и присел на изогнутый ствол березы. «Слава тебе, Господи!» прошептал он. «Живой парнишка!» После этого он повернулся к поселковым, тем, что стояли рядом и другим, оставшимся на гребне высокого берега, и громко сказал. «И тем не менее, еще раз настоятельно советую. Соберите самые нужные вещи и будьте готовы к срочной эвакуации!» Уже к обеду во многих дворах можно было наблюдать примерно одинаковую картину. У калитки кучей громоздились узлы, мешки и чемоданы, на которых сидел кто-то из домочадцев, приглядывая за вещами и ожидая приказа к отъезду. Необходимых вещей у каждого набралось как раз на грузовик. Впрочем, бежать готовились далеко не все. Многие не желали бросать дом даже ненадолго и надеялись, что все обойдется. Самые хладнокровные даже пошли в этот день на работу. Что касается Гендаса, то он так ничего и не вспомнил. И хотя он отчаянно сопротивлялся, ученые отправили его в областную больницу на обследование на всякий случай. Ближе к вечеру прибыли на двух бронетранспортерах бойцы спецкоманды. Все немолодые, обветренные, с прищуренными глазами и коротко стриженными головами. И форма на них была заметно поношенная, кое-где перешитая, пожалуй, много повидавшая со своими хозяевами. Бойцы неторопливо обследовали местность, взглянули на чудищ, грозно поднимающихся из медленных вод, и, похоже, не очень-то и удивились. Сразу было ясно, что люди бывалые. В сумерках над рекой раскатилось несколько коротких пулеметных очередей. Спецназовцы для начала опробовали на новом противнике старое оружие, крупнокалиберные пулеметы, установленные на броневиках. Как позже свидетельствовал кто-то из случайных очевидцев, на чудищ эта стрельба не произвела ровно никакого впечатления. Они лишь лениво пошевелились, словно переступились ноги на ногу, но не сдвинулись с места, не упали, не разлетелись в клочья. В арсенале спецкоманды имелись и многие другие средства. Наутро было решено попробовать огнеметы. Из походной лаборатории подсказали, что в теле чудовищ много каких-то масел, высокомолекулярных соединений, так что гореть они должны хорошо. В разговорах, ожиданиях и тревоге поселок пережил еще одну ночь. Утром в вагончик, где жил олейник, заглянул командир спецназовцев, угрюмый майор с непомерно широкими плечами и приплюснутой, как башня танка, головой. «Начальник, мы начинаем», сообщил он, «смотреть будете». Олейник выбрался на мокрую расистую траву, глянул в сторону реки. Сквозь дымку были видны все шесть чудовищ. Казалось, за прошедшую ночь они выпрямились, окрепли, стали массивнее. Они глядели в утреннее небо, как батарея старых почерневших пушек. «Здесь шесть штук», сказал майор. Потом помахал затрепанной картой. «И в лесах еще авиация десяток засекла. За сегодня, думаю, не управимся». Неподалеку тарахтел БТР, спецназовцы все как один курили, хотя воздух и так был серым от дизельных выхлопов. «Значит, будете жечь», произнес космонавт. «Жечь?» подтвердил майор и решительно крутанул колесико зажигалки. «А что, не хочется?» «Хочется или не хочется, не вопрос. Приказ есть из центра, ввиду опасности и так далее. Вот еще что, людей бы надо дальше отвезти». «Уже вроде отвели». «И моих тоже, отцепление убрать я останусь. Кто-нибудь из ваших умеет снимать на видео?» Майор красноречиво ухмыльнулся. «Действуйте», сказал олейник. Бронемашина злорадно урча подползла к краю берегового склона, развернулась, встала вдоль реки. Двое бойцов неторопливо, не вынимая окурков, нацепили ранцы и подожгли запальники огнеметов. Заняли позиции, прикрываясь угловатым телом машины. «Олейник олейник взмет 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 воздух, некоторые лопнули и упали в воду, продолжая извиваться. Торопливый трескучий огонек пробежал снизу вверх и быстро выдохся. «Если хорошо прогреть, то возьмется», высказался один боец. «Пожалуй», согласился его товарищ. «Ну, давай еще». «Стойте», закричал вдруг олейник. Бойцы с изумлением обернулись. «Стойте», повторил космонавт. «Подождите немного». Он и сам не очень понял, зачем остановил бойцов. Нет, не чувство вины сработало и заставило встать на защиту пришельцев из далеких миров. Просто что-то произошло или почудилось. То ли какая-то дрожь пробежала по земле, то ли сам воздух стал другим. Некое напряжение сковало мир, и даже утренняя птица казалась притихли. «Проблемы», поинтересовался Ленинг покачал головой, прислушиваясь. Он не мог ничего выразить словами, но сердце шептало «Сейчас что-то должно произойти». И это произошло. Вдруг тело одного из чудищ разошлось с громким хрустом, открыв темную щель-пещеру. Из этой щели что-то вывалилось и бултыхнулось в воду, а затем всплыло, неистово извиваясь и поднимая фонтан и брызг. «Э-э-э», пробормотал майор, «оно сюда плывет. Ну что, сжечь что ли?» «Нет», воскликнул Олейник, «подождите, нужно убедиться». Он не досказал, в чем убедиться, потому что уже было видно, к берегу плывет человек. Это оказался очень странный человек, и когда он выкарабкался из воды, его странность стала особо заметна. Во-первых, весь от макушки до пяток он был одного цвета, темно-коричневого. Во-вторых, он блестел, как лакированный. Вообще складывалось впечатление, что кто-то отлил из шоколада фигуру человека в полный рост, и эта фигура вдруг ожила. Бойцы пятились, вцепившись в огнеметы. Олейник стоял, беспомощно раскинув руки и совершенно не понимая, что ему теперь делать. «Осторожно!» крикнул майор. «Отойдите лучше!» «Знясь заражение!» вдруг проговорил шоколадный человек. «Что?» насторожился майор. «Какое такое заражение?» И вдруг Олейник понял, что видит точную копию того паренька, которого накануне нашли на берегу, Гендеса. Темно-коричневый дубликат повторял все в мельчайших подробностях. Родинку на подбородке, развязавшийся шнурок, даже повязка на руке. И все это было блестящим, гладким, можно сказать, новеньким. «Знясь с заражения!» сказал шоколадный Гендес и пошел в сторону поселка. «Извиняюсь за выражение!» понял, наконец, Олейник. «Ну что?» кричал майор. «Валить его, да?» «Не надо!» категорично ответил космонавт, и тут снова раздался плеск воды. Еще один шоколадный Гендес вывалился из ствола шагающего дерева и поплыл к берегу. Потом еще один. Потом Гендесы стали выпадать и из других чудищ. «Если валить, то сразу», предупредил майор. «Потом ищи их!» Лейник попытался встать на пути одного из Гендесов, но тот сказал, снясь заражение и спокойненько его обошел, отправившись своей дорогой. Поселковые при появлении шоколадных Гендесов чуть было не впали в панику. Трогать их боялись, хоть мужики и старались держать под рукой топоры и ружья. В основном народ позакрывался в домах и следил за нашествием коричневых баванчиков из окон. Те вели себя очень мирно, расхаживали по улицам, останавливались перед домами, подолгу разглядывая их. Потом шли дальше, снова останавливались. К обеду их образовалось уже, пожалуй, не меньше полусотни. Лейник почти принял окончательное решение об эвакуации, но поселковые не дались. «Не оставим дома этим чучелам ходячим», решительно заявили люди. Ученые же изнывали от нетерпения поймать одного из шоколадных Гендесов, распилить, рассверлить, посмотреть под микроскопом и под рентгеном, но олейник пока запрещал предпринимать какие-то активные действия. Ночью в поселке мало кто спал. В основном прислушивались к шорохам за окнами и выглядывали между ставень. Но никаких происшествий не случилось. Ранним утром Егорыч растолкал дед Харлам. Глаза у деда были не просто удивленные, а какие-то светящиеся, как фонари. «Только не падай», сказал дед, «главное не падай». «Как я упаду, я еще лежу», пробормотал Егорыч, выбираясь из объятий сна. «Вот вставай и иди, и главное не падай». «Что охот случилось-то?» хмуро спросил Егорыч, когда оделся и вышел. «Ничего не скажу, сам гляди». «Да ладно уж, меня уже ничем не напугаешь». «Сказано нет», упорствовал Харлам. «Пока шли по поселку, Егорыч обратил внимание на какую-то странность. Сначала дорогу перешла одна баба. Она шла как деревянная, руки расставила, глаза выкатила, даже не поздоровалась, ушла к соседям. Потом попался Уйзя. Он промчался мимо, бормоча бессвязные выражения, и не остановился, когда дед кликнул его. Егорыч дошел до своего покалеченного дома, глянул и остолбенел. Покалеченного дома не было. Был новый дом. Совершенно новый, крепкий, аккуратный, лучше прежнего, хотя по форме точно такой же. «А я что говорил?» послышался голос деда, но Егорыч не ответил. Он смотрел на четырех шоколадных гендесов, которые крутились вокруг дома, что-то подделывали, подлаживали, но по большому счету неизвестно, что творили. «Здесь заражение!» сказал один, поворотившись к Егорычу, и тут же вернулся к своему занятию. Егорыч вдруг заметил, что на стене появился какой-то странный знак. Эдакая скособоченная спираль, пересеченная волнистой линией. В другой раз могло показаться, что это какой-то случайный след, но сейчас Егорыч не верил в случайности. «И у вас тоже?» раздался за спиной сиплый голос Миронихи. «Что?» Егорыч словно очнулся. «Я говорю, колодец возле нас двадцать лет стоял сухой. Так ведь раскопали, вода там теперь, и сруб новый поставили». Прошел мимо мужик и сказал, что Гендасы сделали ему сарай, который уже давно стоял на огороде с заброшенной кривой. И потом уже новости посыпались как горох из стручка. То один, то другой человек приносили известие. На реке образовался крепкий хороший новый мост взамен старого. Давно заброшенный коровник закрасовался новыми стенами. На гараже появились новые крыши и ворота, и повсюду крутились шоколадные Гендасы, делая что-то своими коричневыми ручками. Самую невероятную новость принес Витек из автохозяйства. Он сказал, что вместо десятка списанных грузовиков, что теперь стоят совершенно пригодные машины. Заводи и поезжай. Кто-то не поленился сбегать и проверить. Все правда. Стоят машины и на каждый знак в виде кривой спирали. По всему поселку обновились дома, сарай, заборы. Кто-то обратил внимание, что на улице больше нет ямы, в которой каждый дождь собиралось целое озеро грязи. Люди ходили по поселку как непрекаянные. Почему-то никто дома или погреба так и не прозвучало. Поселковых напугало, что их в один момент подменили какие-то ходячие болванчики, взяли на себя привычный каждодневный человеческий труд. Потом по улице промчался Ленька выкусь-накусь. Всем встречным он с испугом сообщил, что подозрительное скопление гендесов наблюдается возле старой ракетной шахты, возле которой народ обычно собирал в большом количестве крупную пацан Алешка рассказал кому-то, что вместо его баллонов на броде появилась какая-то махина из камней и щепочек, где можно ходить и собирать рыбу руками. Москвичи бродили по поселку с таким же осоловелым видом, как и все остальные. Они, похоже, уже отказались от мысли что-то исследовать и объяснять. А Толстый Сергеич, увидев очередную кособокую спиральку на заборе, почесал затылок и пробормотал «Где же это я видел?» После обеда к олейнику в вагончик заглянул молодой лейтенант и сказал, что его солдаты из оцепления задержали в лесу двоих подозрительных. Космонавт поднялся и вышел поглядеть на задержанных, пока их вели. Те и в самом деле выглядели подозрительно, особенно если учесть, что их задержали в лесу. Оба в длинных черных плащах, наглухо застегнутых белых рубашках, да еще с галстуками и на обоих шляпы. Один был худощавый с длинным тонким носом и в очках. Второй же, напротив, оказался румяным здоровячком с невозмутимыми глазами. Он все время что-то жевал. Лейтенант поинтересовался, сообщать ли о них в часть, но олейник попросил не торопиться с этим. «Для начала их ко мне!» скомандовал он. «Что вы тут делаете, товарищи?» удивленно спросил олейник, когда оба незнакомца уже сидели в вагончике. «Извините, но вы не очень похожи на местных». «Эм, да», нервно сказал худощавый. «Я так понимаю, здесь уже целая экспедиция?» «Да, экспедиция», спокойно кивнул олейник. «Так вы не ответите на мой вопрос?» «Только не говорите, что гуляли», предупредил лейтенант, который оставался в вагончике из соображения безопасности. «Эм, вы начальник экспедиции?» спросил худощавый олейника. «Да, я, меня зовут, я знаю, как вас зовут», усмехнулся худощавый. «Да, личность известная», добавил его напарник. «Если вы не станете нас задерживать, продолжал худощавый, мы, как сказать, мы это безобразие очень быстро прекратим». «Какое безобразие?» «Ну, вот это, которое здесь творится». Олейник переглянулся с лейтенантом. «А вы не хотели бы для начала объясниться?» спросил он. «Кто такие, откуда, зачем?» «Действительно, зачем?» Сухо усмехнулся худощавый. «Зачем это объяснять? Мы здесь по делу». «Возможно», пожал плечами олейник, «но слабо верится, что вы имеете отношение к нашим делам». «Имеем, имеем», негромко ответил здоровяк, не переставая оживать. «Но только...» худощавый хмыкнул и почесал лоб. «Уважаемый, нам нужно поговорить с вами один на один», пояснил крепыш. «Это исключено», задиристо заявил лейтенант, но олейник успокоил его жестом. «Ничего страшного», сказал он. «Выйдите, пока мы тут пообщаемся с товарищами». Лейтенант покинул вагончик с выражением недовольства. На улицу он кликнул солдат и велел им на всякий случай оцепить вагончик. «Итак», олейник в упор посмотрел на незнакомцев. «Очтите», произнес худощавый, «мы с вами разговариваем лишь потому, что просто знаем вас как личность. Разговор должен остаться между нами, да». «Я не могу этого обещать», с сомнением покачал головой космонавт. «Придется пообещать», вздохнул Крепыш. «Сейчас вы поймете, насколько все серьезно, и тогда станете покладистее». «Ну, хорошо, хорошо, продолжайте». «Вас, естественно, интересует, что здесь происходит. Постараемся объяснить, здесь, как сказать, действует колониальная восстановительная команда», продолжил Крепыш. «Автономное биоподразделение». «Простите?» Олейник удивленно поднял брови. «Не понимаете?» «Естественно, я и сам умани приложу, как она сюда попала». «Мне больше интересно, откуда она сюда попала», проговорил Олейник. «Из далекого космоса, конечно, я думал, вы догадались». «Да мы догадались, что из космоса, но...» «Ну, хорошо, хорошо, объясню». «Худощавый задумался». Подобные команды патрулируют в автономном режиме все звездные системы, где есть колонии. В случае крупной аварии они десантируются в виде спорофитных образований, небольших, но очень тяжелых шаров, в которых сконцентрирована программа развертки. Затем разворачиваются в форме, наиболее пригодной для местных условий, и приступают к восстановлению магистрали, энергетических установок, жилых корпусов. Они делают то, что необходимо для выживания колонии, пока не прибудут основные спасательные силы. Вот, собственно, да. «Я не очень хорошо уяснил, о каких колониях вы говорите», пробормотал олейник. «О каких колониях?» усмехнулся крепыш и наконец снял шляпу, бросив ее на стол. «Не о ваших, естественно». «Мы говорим о колониях», продолжил худощавый, «основанных, скажем так, организацией, в которую планета Земля пока не входит, да». «Планета Земля?» переспросил олейник, промокнув платком вспотевший лоб. «Я не понимаю, вы шутите или издеваетесь?» Здоровяк при этих словах слегка усмехнулся, не переставая жевать. «Я ничего не собираюсь вам доказывать», упрямо продолжил худощавый, блеснув очками. «Доказательства вот они, повсюду гуляют. ваше понимание, чтобы вы не мешали нам действовать, вот». «Ладно», сказал олейник, собираясь с мыслями. «Допустим, все так и есть. Но как они здесь оказались? Этот поселок, он что, колония? Даже если так, здесь нет никакой аварии». «Да здесь сто лет сплошная авария», пробормотал здоровячок. «Нам тоже удивительно. Нонсенс. Чтобы прибыла команда, нужен сигнал. Световой, визуальный, волновой. Полтора десятка способов его передать. Но сигнал настолько сложен, что его невозможно воспроизвести без специальных знаний». «Постойте, постойте», осторожно проговорил олейник. «А вы-то откуда...» «Откуда мы это знаем?» Худощевый словно запнулся. Он вздохнул и опустил глаза. «Дело в том, что мы представляем ту организацию, о которой... Давайте называть ее Галактическим Союзом». «Предложил здоровяк». «Да, именно так. А мы в некотором роде его представители скорее даже наблюдатели». Лейник переводил настороженный взгляд с одного на другого, но ничего не говорил. «Нам все равно, верите вы или не верите», заметил Крепыш. «Единственный способ убедиться, дать нам возможность действовать. Уберите от нас конвой, и в течение дня мы свернем команду». Худощевый тронул его за рукав. «Может быть, надо продемонстрировать что-то, так сказать, доказательство». «Хорошо», согласился Крепыш. «Попробуйте». Худощевый вдруг напрягся, напыжился, уставившись перед собой. Через минуту дверь вагончика распахнулась. На пороге стояли два шоколадных Гендеса. «Зиняюсь с заражения». «Ну что», хмыкнул Крепыш. «А ну танцевать». Гендеса моментально взялись друг за друга и начали переступать ногами, изображая очень неуклюжее подобие вальса. «Хватит!» закричал Олейник, когда танцоры опрокинули табуретку и ведро с водой. «Уберите их!» «С легкостью!» ухмыльнулся Крепыш, и Гендеса моментально исчезли. В вагончик просунулась голова лейтенанта. «Все нормально?» спросил он с выражением крайней подозрительности. «Да, да, все хорошо», ответил Олейник, отдуваясь. «Но мы договорились?» Худощавый придвинулся. Олейник промечал что-то неопределенное. «Будем очень признательны», сказал Крепыш. «Если кто-то нас проводит, а мы посмотрим, что тут натворила команда за это время». «Ну что ж», Олейник беспомощно пожал плечами. В этот момент вагончик вдруг буквально ворвался Сергеич. «Вспомнил!» закричал он, швырнув на стол какой-то глянцевый листок. «Вспомнил, где я видел эту штуку!» Худощавый взглянул на листок и вдруг вскочил. «Что это?» «Похоже на аэрофотографию», сказал Олейник, придвинув листок к себе. «Она есть!» кивнул Сергеич. «Я ее в нашем доме нашел на стенде». «Я спрашиваю, что вот это?» Худощавый порвел пальцем по фигуре, проступающей на фоне нечетких очертаний поля и реки. Фигура изображала кособокую перечеркнутую спираль. «Вот и я думаю, что это!» поддержал его Сергеич. И вдруг осекся, пристально взглянув на незнакомцев. «А вы, собственно, кто?» «Все нормально», успокоил его Олейник. «Что у вас так взволновало?» «Вот это и спираль». «Откуда это здесь?» «Может, какой-то дефект пленки?» пробормотал Олейник. «Все равно не догадаемся», махнул рукой Сергеич. «Надо местных звать». «Послали искать местных». Оказалось, неподалеку ошивается дед Харлам. «Да», сказал он, взглянув на снимок. «Наши места. Вот поле свекольное, вот речка. Было дело. Летали тут летчики, что-то может, к примеру, карту хотели сделать, а одну фотографию потом председателю подарили, на память как бы». «А это откуда?» Худощевого по-прежнему волновала спираль. Дед пригляделся на морщу лоб. «А-а-а!» обрадованно воскликнул он. «Это дело известно. Это ж Изя на тракторе такую загогулину выписал. Он пьяный был да заснул, а трактор с плугом как ехал, так и пошел кругами. И вот, значит, нарисовал фигуру». Выцарилась пауза. Все переглядывались и изумленно хлопали глазами. «Трактор!» проговорил крепыш, почесывая лоб. «Трактор «Сложный», — напомнил олейник и вопросительно посмотрел на гостей. «Ну да, сложный», — закивал худощавый. «Расстояния между кольцами спирали точно просчитаны. В них зашифрованы условия посадки, плотность атмосферы, м-м-да. А тут, понимаете, какой-то пьяный тракторист. Это невозможно». «Ну, очевидно», — изрюк его напарник. «Ладно уж, работать надо». Олейник вдруг почувствовал острую необходимость выйти на воздух. Он молча поднялся и покинул помещение. Гости потянулись за ним. Паре шагов от вагончика четыре шоколадных Гендеса невозмутимо ковырялись в двигателе КамАЗа. Водитель был неподалеку, он весь извелся, боясь их прогнать. «Кэш!» — сердито крикнул худощавый и махнул на них рукой. Гендесы зашевелились, беспокойно засеменили ножками, словно почуяли свое космическое начальство. «Я согласен», — хрипло проговорил Олейник. «Что от нас нужно?» Оказалось, нужно было совсем немного. Всего-то очистить берег, где стояли чудища от людей. Да еще с помощью солдат убедить поселковых сидеть по домам и не высовываться. Улицы поселка обезлюдили. Космические представители гоняли туда-сюда на машине и делали что-то непонятное. Никто так и не увидел, в чем суть их работы, однако вскоре Гендесов в округе поубавилось, а к вечеру не осталось вообще ни одного. Худощавый вечером выглядел вымотанным, его галстук с ослабленным узлом болтался на боку. Напарник же был, как всегда, невозмутим и по-прежнему сживал. «Буквально через полчаса их здесь не будет», — сказал худощавый олейнику. «Однако процесс будет несколько шумным. Хотелось бы, чтобы люди не тревожились без нужды». «Людей уже тут ничем не встревожишь», — ответил старый космонавт. «Я смогу увидеть, что за процесс вы обещаете». «Это увидят все», — усмехнулся крепыш. «Такое не скрываешь». Они неспеша направились на берег. Олейник был хмур и разговаривал отрывистыми фразами. Ему словно что-то давило на сердце. Бойцы спецкоманды, заметив, что начальник экспедиции уходит куда-то с подозрительными незнакомцами, тихонько тронулись следом. «Я вот все думаю», — проговорил старый космонавт, остановившись на берегу. «То, что вы мне наговорили про галактический союз, про колонии, давно вы об этом знаете?» «Не трудитесь узнать от нас что-то еще», — невозмутимо сказал крепыш. «Мы сказали вам ровно столько, сколько необходимо. На большее просто не имеем права. Надеюсь, вы поймете». «Мне это труднее понять, чем всем прочим здесь», — ответил Олейник, тяжело вздохнув. «Вы же знаете, кто я такой». «Да, мы знаем, вы были первым пилотом межзвездного космического аппарата. Вы двадцать лет летели к... к Альфа-Центавра, кажется». «Да, двадцать лет туда и восемнадцать обратно. И ничего там не нашел. Вообще ничего. Моя жизнь ушла на то, чтобы разочарованные люди поставили космические корабли ржаветь в ангары». «Но не преувеличивайте», — спокойно сказал крепыш. «Будут новые экспедиции. Кому-то, наконец, повезет». «И вы так спокойно об этом говорите?» — вспылил Олейник. «Вы равнодушно наблюдали, как человечество посылает меня в пустой, безжизненный мир. Вы знали, что все эти годы пройдут для меня зря и ничего не сделали?» «Простите, а что мы должны были сделать?» — развел руками худощавый. «Прибежать и откорректировать вам маршрут? Это исключено. Невмешательство — наиболее важный принцип Галактического Союза. То, что мы с вами об этом говорим, уже нарушение этого принципа. Если бы не крайние обстоятельства, вы вообще о нас не узнали». «Да», — согласился крепыш. «Нас вообще-то нет, то есть мы есть, но... Но нас нет». Космические монстры неподвижно стояли, отражаясь в воде. Олейник смотрел на них, осознавая чувство какой-то новой потери, которая вот-вот совершится. «Для вас это все просто», — угрюмо сказал он. «А каково мне?» «Что ж», — вздохнул худощавый, — «вы сделай еще один шаг на пути естественного развития человечества. Разве мог единственный шаг сразу что-то дать? Второй, третий тоже могут быть бесплодными. И вы будете спокойно смотреть, как мы делаем эти бесплодные, но невероятно тяжелые шаги?» «Да, будем смотреть», — отрезал крепыш. «В деле освоения Вселенной мы вам не помощники. Мы лишь наблюдатели. Разве забыли?» Олейник хотел что-то ответить, но не успел. Худощавый вдруг схватил его за рукав. «Тихо, слышите? Сейчас, кажется, начнется». Все присутствующие, в том числе и стоящие неподалеку спецназовцы, прислушались. Каждый смутно почувствовал легкую дрожь, которая шла, казалось, и от земли, и от воздуха. «Нам лучше немного отойти», — сказал худощавый и повел всех прочь от берега. Но не прошло и полминуты, как мир раскололся. Ужасный грохот разорвал вечернюю тишину. Все дрогнуло, вода в реке всплеснулась, омочив берега. Олейник на секунду потерял ориентацию. Он успел увидеть только, как ошеломленные спецназовцы приседают, валятся на траву, закрывая голову руками. Еще не разбежалось по далеким холмам эхо первого взрыва, как грохнул второй. Он уже не показался таким громким. И теперь Олейник рассмотрел, что щупальца космического монстра собрались вместе, образовав тугой пучок. И из середины этого пучка вырвалась в небо ревущая белая стрела, на острие которой разгорелась маленькая звездочка. Олейник в какой-то миг взглянул на наблюдателей. Те морщились от грохота, однако были вполне спокойны. Между тем майор, вращая глазами и корча страшные рожи, тянул Олейника за собой. «Отходим! Быстро отходим!» — кричал он. Его бойцы пятились от реки, машинально пригибаясь. «Бегом! Бегом!» — в ушах звенело. Удары меж тем не прекращались, и земля продолжала вздрагивать. Космонавт позволил отвести себя подальше от берега. Теперь он с расстояния в сотню метров наблюдал, как чудовище стреляет в небо. Затем к нему присоединилось и второе. Они работали, как исполинская спаренная пушка, желающая расколоть в дребезге небесный свод. «Какие указания, начальник!» — прокричал майор. Олейник лишь покачал головой, в ушах еще звенело. Он, не отрываясь, следил за стреляющими монстрами. Огненные стрелы уходили за облака и исчезали, сверкнув напоследок крошечной искоркой. «Они уходят в том же виде, в каком и пришли к вам!» — прокричал худощевый на ухо олейнику. «Небольшие шары споров, в которых собрана информация и энергия, и где они снова упадут, никому неведомо». Уже стреляли три чудища. Эхо металось от края до края горизонта. У людей щипало в носу, воздух пропитался раздражающим кислым запахом. Из поселка понемногу подтягивался напуганный народ. Некоторые с рюкзаками и сумками. Им, казалось, настал обещанный час для эвакуации. Никто, правда, не бунтовал, не паниковал, не пророчил худого. Приходили и становились меж остальных, завороженных глядя в небо. «Интересно», — пробормотал олейник. «Это ж какая нужна скорость, чтобы запустить в космос баллистический снаряд? Достаточно, чтобы этот снаряд зарылся в атмосферу и сгорел. У них такой скорости нет». «Верно», — загадочно улыбнулся худощавый. «Но ведь не падают, идут по прямой». «Не в скорости дело», — проговорил крепыш. «Да вы сейчас не о том думаете, уважаемый». «О чем?» Худощавый переглянулся с напарником, скромно потупился и снова не удержал загадочной улыбки. «Я вам говорил уже, что неведомо, где они упадут. Однако маршрут их проходит вблизи обитаемых миров, колоний и... и так далее. Вы меня понимаете?» «Кажется, начинаю понимать», — зачарованно проговорил олейник. «Вам нужно только засечь направление», — худощавый издал короткий смешок. Олейник несколько секунд пребывал в оцепенении. Затем подозвал кого-то из своих и отдал распоряжение. Вскоре к нему подбежал взмыленный Сергеич. «Я связался с центром. Кавказская обсерватория взяла их на пятистах километрах», — сообщил он, теребя бороду. «Пока ведет, но они скоро выйдут из зоны видимости. Минут через двадцать их сможет принять орбитальный радиотелескоп. И все. Пока все, остальные пробуют засечь, но...» Канонада стала стихать. Дымные полосы медленно таяли в небе. Да и чудища уже не выглядели огромными и грозными. Они как-то обмякли, пообвисли, накренились, будто завяли. «Я думаю, теперь можно подойти», — предположил Олейник. Поселковые молча смотрели, как небольшая группа ученых по пустому туманному лугу идет к реке, где топорщились остатки шагающих чудищ. Четверо бойцов спецкоманды крались впереди, по-прежнему ожидая подвоха. На берегу стало ясно, что огневая поддержка уже не требуется. Поникшие чудища выглядели жалко и бессильно, как сухие деревья, затопленные рекой. Течение несло прочь отвалившиеся куски, мусор, опавшие щупальца. «Кончено!» — тихо проговорил кто-то. Через несколько минут на берегу собралась уже половина поселка. Солдаты хоть и попытались образовать оцепление, но не очень прилежно ограждали зону аномалии от любопытных. Может, потому что и сами были не менее любопытны. Алешка, перепуганный и восторженный одновременно, увидел в толпе олейника и бородатого Сергеича и подбежал, надеясь, что его узнают. Его и в самом деле узнали. Космонавт даже помог пройти в первые ряды и поглядеть, что осталось от монстров, нагнавших страху на поселок. «Они умерли?» — спросил мальчик. «Нет, малыш!» — покачал головой олейник. «Они живы, но они уже не здесь. Они просто ушли». Где-то вдалеке гулка грохнула. Люди встрепенулись, завертели головами. «Вон там!» — раздался крик. «Вон, смотрите!» Далеко в небо поднимались еще две огненные стрелы. Потом взметнулись еще три, и ветер донес запоздалый гром. Майор вытащил из кармана карту, но тут же сунул обратно. Все и так было ясно. «Из леса долбят!» — сказал он. Худощевый наблюдатель тихонько коснулся плеча старого космонавта. «Но учтите, я вам ничего не говорил!» — произнес он и тихо рассмеялся. Сергеич принял новое сообщение по рации. «Ага!» — обрадованно воскликнул он. «Орбитальный телескоп взял их и будет держать не меньше пяти часов!» И тут его взгляд упал на олейника. «Борис Михайлович!» — удивленно сказал он. «А что вы так улыбаетесь?» Олейник действительно улыбался. Он смотрел в небо и улыбался так легко и радостно, как не приходилось уже много лет. Это была улыбка человека, который только что избавился от самого сокрушительного разочарования в своей жизни. «Ничего!» — сказал он. «Просто теперь я знаю, куда полетит следующий звездный пилот». «Вы о чем, Борис Михайлович?» — изумился Сергеич. «Потом!» — ответил Олейник. «Все потом!» Он повернулся и пошел в свой вагончик. Сергеич захотел найти загадочных незнакомцев в шляпах, но их почему-то уже не было на берегу. Через полчаса все стихло. Народ постоял еще немного, а потом потянулся в поселок. Последним уходил Егорыч. «Да, да, Мишка, они мне подлатали!» — с грустью думал он, глядя в небо. «А вот сарай так и не сделали, самому придется. Что ж, ладно, сделаю сам». И, махнув рукой, он заспешил в поселок, где уже зажигались уютные домашние огни. Редактор субтитров А.Семкин